В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей. 28 июня 2017 года среда. По одному из старинных. 38 день месяцев ветров 7525 лета четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Целовечный человек». Целовечный человек. И автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Здравия тебе, Владимир Николаевич. Привет, богатыри и богини земные. Хочу объяснить, почему так поздоровался. Когда здороваешься, то уже признаешь человека больным и желаешь ему здравия. Вот это я недавно на Купале столкнулся, когда вот так вот. И люди попросили, каким словом заменить. Я думаю, что вот это «Привет». Что оно означает? Буква «Д» в конце. «Вы при ведах» и «Я при ведах». Константация. То, что вы богатыри, то по-русски скроен и имеют архетип творца, те богатыри, хранящие в себе бога, хранители бога. Но о богине и богине, да, у тех, кто по-русски скроен и архетип творца, подобие с богом существует и несколько. Это всё к теме о человеке, поэтому я начинаю и так. Значит, какое подобие с богом? Прежде всего, мы являемся источниками, буква «З», источник. Источниками информации, творящей. Если мы не пользуемся стереотипными фразами, а мыслим и понимаем, что говорим. Следующее подобие с богом – мы являемся источниками света. Всё есть свет, и мы с вами являемся источниками света. И бог тоже не есть свет, а источник света. Ещё одно подобие с богом – мы являемся источниками любви. Бог не есть любовь, а источник любви. потому что любовь выше всех богов это среда обитания богов поэтому бог напитывается этой любовью и является источником этой любви но тему обозначили мы к тому и придем что может быть придется называть не человеком а цело вечным или цело век через букву я век через букву я и в конце буква и тогда будет правильно цело век вот тогда вот правильно но в ходе встречи я это объясню и мы возможно согласимся с этим хочу сразу что сегодня у нас будет очень много определений значит я хочу чтобы мы друг друга понимали для этого что нужно сделать хотя бы сесть в один вагон встать на одни рельсы если мы сядем на разные то можем разные стороны уехать вот стать в этом вагоне на одни рельсы и друг чтобы другого понимать надо именно в понятиях определиться сегодня вот понятий очень много но если кто прослушает то может это эти понятия найти я многими буду пользоваться уже которые пользуюсь и передаю в радио гамаюн это русскими буквами рога . рф через кнопочку заказ вещи лес вы там находите все мои записи которые вас интересуют вот так что если кто пропустит может по переслушать все там или более там может я там более глубже буду раскрывал там чем здесь кому-то что-то понравится или другие там очень много мне определения интересных можете на обратиться значит определились ну а теперь хочу обратиться к великому дали что же такое человек падали владимир иванович дали человек каждый из людей высшие земных созданий одаренная разумом свободой воли и словесной речи побудка животного через инстинкт ожегов человек живое существо обладающие даромышлений и речи способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда дворовый слуга служитель лакей официант но старые фильмы смотрите там кричать человек призывая к себе теперь что же такое чего пожигал это часть вот от бровей до темечка лоб остается в покое вот эта часть и как можно вот вот этой частью одной частью называть человека я считаю что это не совсем правильно теперь что касается век слова это через есть это бытие да она подходит как быть ведающий как бытие и эти интервалов сто лет как циклы это приемлемо через буковку есть так что вот не совсем отражает суть человека может потому так и унижали что-то и слуга официант горький правда сказал человек это звучит гордо но и все объяснение не было вот это сегодня мы с вами попробуем понять что это такое темы довольно много и начнем наверное с абхават гадгиты кто видит я картинку покажу а кто не видит я максимально попытаюсь рассказать вот этот человек что на ней пять рысаков это карета запряженная 5 рисаков сидит возница а что такое вот эти 5 рисаков это наши телесные органы чувств высоцкий знал об этом и потом пел но чуть чуть помедленнее кони чуть помедленнее они его несли безудержно а вознице это у вот эти от этих органов чувств мы набираем информацию умнее возница это разум роскошная карета такой возница стоит и всех пять лошадей за вози держит возница это разум чем отличается разум от ума разум способен обобщить всю принятую информацию сделать выводу а вот сзади маленький там светленький беленький человечек который даже плохо видно вот эта душа это обхават гадгита чего здесь не хватает здесь не хватает духа здесь не хватает совести всех не хватает бога но если учесть что бог во всем и сия то можно допустить что он присутствует а где дух а где совесть нету в этой картинке начинок тоже не отражает полную суть человека но наверное так и начнем поначалу раз человек его составные части это бог совесть дух душа сознание тело на прошлое и дьявол на прошлой встрече меня подкорректировали и спросили что знаю ли я что такое дьявол да ты быстрый бык но я сегодня заменю еще одним словом слугой уже такой настоящий слуга высшего начальника не буду называть чтоб не обижать чувства вены верующих это бафомет и значит уже мы назвали 6 и ввожу понятие седьмое сознание без понимания все это и процессы происходящий человеке мы не поймем все когда это в гармонии и управляется богом тогда человек цельный и тогда он больше чечен или по крайней мере столько сколько сам желает начнем сопротивление бога конечно вы можете набрать это и почитать священное писание определение все много такие очень расширенные а давайте попробуем определиться то как наши бабушки и дедушки я не хочу называть предки как-то не звучит после раскодировки порядки поэтому мне это слово не нравится бабушки и дедушки а еще дальше щур и прощу вот это наш воспользуемся и раскодируем используя образность язык которые понимали наши дедушки и бабушки то же самое наш язык очень мощный могучий поэтому даже вы можете если пути пользоваться образами еще кроме меня еще придумайте название богов и это будет верно так вот безграничный поток горный сотворяши одно из определений безграничное пространство гармонии сотворяши безграничные образы глаголом сотворяши и более онного потоков сотворяши и все же это сама осознающие безграничная информационно-силовая структура творящие все но как-то у нас было в обиходе что это разумный космос это как-то ближе было к определению и это точно а вот все боги имеют свои алгоритмы способны движению и способны и способы движения в разных видах боги которые приходили на мидгар землю они не могли в своем виде прийти поэтому приходили в образе человека и преобразовывались в обличии в образе человека и безопасно приходить богам на ту низкую вибрацию в которой мы находимся крайне мере для особенно для нас вот теперь между духом и богом есть совесть совместная весть богом но это совместная весть есть если с бафометом только с другой стороны и никуда не денешься если мы потом определюсь понятие духовность вот там я и скажу теперь что такое совесть я уже сказал совместная весть что такое дух дух это многомерные потоки дух творящие гармонии информационно-силовых полей многомерные потоки творящие гармонию информационно-силовых полей все информационно-силовые потоки дух из перехода из миров праве славе на ли он не меняет верность поэтому он бессмертен а тело меняет мирность поэтому а смерть есть и смена верности дух через совесть прикрепляется к душе для обеспечения стандарт вот это или под передачи то есть прохождение божественной информации к душе а вот сила духа проявляется в ширине и плотности этого потока вот здесь проявляется и воля вот главное направление воли обеспечить вот эту связь духа с богом то есть воля совесть вот как бы подпоркой для совести является вот главное предназначение воли для а духовного человека что такое душа многомерная структура ну обещая имеющая свой предел шар это информационно-силовой поток тоже поле матрица ну а там она состоит из четырех ячеек две ячейки чтобы для воплотиться в явном мире две ячейки заполняют родители небесные а две ячейки родители земли тогда и воплощается душа но уже рассказал про духовность я тоже этим очень много даже лет интересовался этому слову и пришел я думаю что в это нигде не найдете не прочтете потому что это мои размышления и вообще я хочу обратиться к слушателям что у вас может быть свое мнение а вы проверяйте сердцем всю мою информацию не верьте если вас радует это ваш я об этом говорю на радио гомоин каждый раз и вам это говорю вот а если не радует ну и забудьте я уважаю мнение всех и ни с кем не собираюсь спорить потому что в споре рождается агрессия на никому не нужно она разрушает людей и пространство поэтому будем обмениваться мнениями как взаимоуважающие друг друга люди кстати от слова люди до человека а это 14 ступеней по мукиц чтобы стать человеком поэтому дай диаген ходил со свечкой днем у нас про счет и ходишь со свечкой днем человека ищу так вот те люди те люди которые не думают что говорят и пользуются стереотипными фразами это люди людьми назвать нельзя это не люди а вот первый шаг к человеку от людины после l стоит буковка м образ ее мыслите вот начните мыслить это будет первый шаг человек и там эти буковок 14 до буковки ч человек но сегодня не это стоит задача не русский язык я просто так подключил на каком уровне мы находимся так вернемся к духовности что же означает духовность ну когда-то у левашова на лекции был ему письмо прислали и назвали дух овнов то есть овны это овцы и вот этот дух овнов есть духовность даст буквально смысле слова очевидное слово безо всякого изменения и добавления там определяет эту духовность конечно пастыри но люди которые творцы по своему духу им пастыри не нужны о чем говорил лев николаевич толстой не ищите бога в храмах его там нет он внутри вас найдите его отдайтесь ему и тогда вы будете выше счастье и несчастье но у бога это он подсказывал как ближе его понять почувствовать себе бог проявляется во всем везде и всюду все что вы видите что даже не видите что ощущаете везде есть частичка бога как творца много я читал пытался найти даже у александра менее в священных писаниях у классиков литературы что такое духовность что-то меня не устраивало сейчас я что предложу может и вас не будут устраивать я тоже могу считать что это тоже не последняя инстанция наша духовность духовность это стратегическое мировоззрение каждого из нас определяющие наши мысли и поступки ее можно разделить на две составляющие это интуиция опыта знания накопленных прошлых воплощениях интеллект опыта знания накопленных действующего воплощения значит духовность накоплена информация вся накопленная информация за все воплощения самого истока а сила информация неразделимы поэтому духовность это наша информационно силовая субстанция зависящие от источника мировоззрения воззрение на мир бывает различные это светские религиозная сатанинская материалистической как правило бывают смешаны пример светкой светской религиозная вот каков источник мировоззрение вот здесь я в первую и пишу с и же то палочка с точки что я просто это весь всю вселенную весь космос как ты возрежь на него возрежь на него вот это есть мировоззрение это так пишу с этой палочкой вот каков источник мировоззрение такова и духовность так что вот выбирай дорогой слушатель где и с кем ты теперь я хочу обратиться библии поскольку это наиболее масса употребляемая книга я взял каноническую библию очень мелкие почерки костыли одену на глаза вторые глаза один и прочитаю так как каноническая библия бытие 1 глава 26 стих и сказал бог сотворим человека по образу нашему по подобию нашему до владычеству это он над рыбами морскими на птицами небесными и над скотом и на всею землею и над всеми гадами присмыкающиеся по земле 22 27 стих и сотворил бог человека по образу своему по образу подобию божию сотворил его . запятой то есть раскрытие что такое человек мужчину и женщину сотворил их одновременно вот и что в пищу он дал и сказал бог вот я дал вам всякую траву сеющую семя какая есть на всей земле и всякое дерево у которого плод древесный сеющий семя вам будет в пищу это людям а всем остальным зверям смотрите что он дал и всем зверям земным и всем птицам небесным и всяким присмыкающийся по земле в которой душа живая дал я всю зелень травны в пищу и стало так то есть можно полагать что таких вот живой едящих не было например медведь всеядный да и собачка тоже когда заболеет выйдет и ищет себе травку сама себя лечить принципе это все возможно это уже идет эволюция приспособления из-за земли не берет который катаклизме на земле были чтобы выжить уже друг друга поедали я думаю что видимо так и и было и могу согласиться с этим а вот во второй главе бытия из а ну вот что я тут хочу сразу сказать что он не один творил вот в анастасии на гре там расписано все боги творили человек вот кому не один творил во второй главе 22 стих и сказал господь бог неправильно 7 стих и создал господь бог человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живую и тема создал 1 и здесь подобие нет значит нет и совести и нету духа дальше в двадцать втором стихе и создал господь бог из ребра взятого человека жену и привел его к человеку из ребра клона будет тоже клон но это прошло длительное время а как правило все имеет и мужское и женское начало значит первый бог господом богом господь бог создал был создана вечерой то есть гемафродит из ребра гемафродита тоже гемафродит значит какая разница это уже другая субстанция другая личность первой главе бог а во второй господь бог из-за русского языка господь го жизни с подом то есть живущий внизу но он тоже бог только разрушитель ступеней богов много вот бог разрушитель потом бог пожиратель бог наблюдатель бог хранитель и бог творец вот бог творец создал человека одновременно мужчину и женщину сотворил нет я ошибся сотворил сотворила то чего не было а создал это здание фиксации то есть уже что то есть повторил просто поэтому я бы назвал не мира здания а мироустройства потому что создание это фиксации а мироустройство продолжающие развитие все что я говорю это лично мое мнение я об этом предупредил ну а там дальше пищу дал уже сотворенному адаму все что движется тоже прочту интересно это глава 9 дострашаться до трепещет все звери земные и все птицы и без не все что движется на земле и все рыбы морские его и ваши руки отданы они все движется все живет будет вам пищу как и зелень травную даю вам все только плоти с душой ее и с кровью ее не ешьте вот чем различие что касается уже интересную запись я нашел евангелие отисеев что касается пищи где-то нужно было интересную запись я найду хочется вам ее процитировать похоже где-то за местами заложил ладно значит там сказано следующее если вы кушайте мертвую пищу на вас умертвит замороженная и сваренная пища она вас сварит и заморозит вот эти кратки а там довольно длинная запись интересная произнес это коротко что касается пищи единственное что естественно будут вопросы я думаю поэтому как их на той передаче переходить надо очень аккуратно очень аккуратно на живую пищу потому что тело то остается на низких вибрациях а вы живую пищу будете подарок папа поступать вот на высоких вибрациях вот здесь возникнет конфликт поэтому надо медленно переходить добавлять вот этой травки побольше побольше под больше а потом уходить от той пищи которая принципе то нас не умертвляет то что пропагандируется посредством массовой связи особенно огромное средство на то тратится значит они не полезны для нас посмотрите по всем каналам часами кухню и пропагандируем вот и там все жарится и париться у нас очень много развелось паразитов которые любят эту мертвую пищу и поэтому когда перейдете на сар начнете переходить на сырую пищу эти паразиты начнут дохнуть будет токсикация страдать будет тело пока не уж все эти и они требуют они требуют уже нет и они требуют чтобы мертвую пищу или потому что их огромное количество в нашем теле если больше процента 50 процентов а тело займут паразиты это уже рак обеспечить сто процентов потому что они же гадят внутри вот это токсикация и вызывает вот эти болезни теперь как устроен сам по себе человек как информационной силовой структуре я вот недавно познакомился с я нам маричем вы прозы про можете нам набрать прозору ям марич это его псевдоним на самом деле он такой русоволосый очень крепкий молодой человек возраст определить у меня было трудно хотя рядом разговаривал с ним от 30 до 40 лет росли на голову выше меня и очень крепкий так вот или чем она обладает почему я им заинтересовался потому что он хорошо расширил моё восприятие именно человек и пространство он вводит человека в ретроспективный гипноз а какие то что ты хочешь узнать записываешь на бумаге и он по этим вопросам с тобой в этом состоянии разговаривает очень интересное явление но если у кого не получается и кто очень далеко он связывается по телефону и научился с хранителями общаться этого человека и задать хранитель эти все вопросы у нас хранители не ангелы потому что ангел это противоположное делу леди жили у нас он это противоположное делу у нас на земле жили 16 мерные существа и существа это люди светлые мы с вами десятимерные нам представить очень не просто что за десятимерные трехмерные четвертое время мы можем представить а вот десятимерные непросто хотя буквица и же которая похожа на нас это палочка с точкой там она десятимерная . это голова вот это палочка человек на десятимерные отражает это так что почему я к нему обратился у него нашел строение человек но мы уже знаем что поля по восточному сколько полей у нас кроме тела это название их эфирное астральное ментальное казуальное бутхическое атмическое вот 6 у они отличаются и вибрации и направление вращения силы вот если астральное тело вращается правую сторону а эфирные в левую ментально вправо а казуальные в левую бутхическое вправо и атмическое в левую так гармонизируется энергетическая субстанция силовая субстанция человека и как правило с правой руки если человек правша с правой руки сила выходит она крутится по правой вправо с правой спирали право вращения и это вот право вращение уже обозначить знаком плюс к примеру да потому что уходит вот крестик поставили силы уходит а которая на нас идет со знаком минус или точечка это на нас и нету это левое вращение суть наша в том что вот к этому левому вращению идущим от земли право вращение идет сверху с небес небеса нет беса небо нет бога с небес идет право вращение от солнышка потому что все у нас под солнышком солнце в северном полушарии ходе вот так вот как вы все представляете от него сила идет право вращение так вот к левому вращению вирус бафомета подключился и это инфекция распространилась принципе на всех людей кроме высокодуховных потому что нет той вибрации для него это на низких вибраций и поскольку квантовый переход произошел мы будет встречка до мироустройства следующее я об этих вещах подробно буду рассказывать так вот вибрация пространстве у нас выросла и значительно я вот сегодня посмотрел измерения томского института я просто был удивлен сегодняшних и вчера вчера вот сегодня какой-то был там прорыв или с аппаратуры что-то а вот вчера показательно 16 часов до 22 часов полностью забита до 40 герц засвечено все то есть неизвестно насколько там частоты выше этого пространства которым сейчас мы находимся вот вибрации той стоячей волны в которой мы находимся но на следующей встрече об этой вещи подробно расскажу что это такое поэтому бафомет в таких вибраций не живет и вот эти вибрации отрезали все паразитические агрегоры все религиозные агрегоры земле отрезан и пробиться через этот вот этот слой высоких выброс и невозможно низкими браться это закрыта полностью так вот начнем с этого опять же определение эго вот я на я на марича ссылаюсь вот наше физическое тело до плеч потому что могу показать его картинку кто кто видит вот такая вот его картинка вот по этой картинке максимально кто слышит максимально постараюсь рассказать как устроен человек значит вак вокруг тела до высоты плеч информационно силовая структура форме яйца и она охватывает 4 чакры и и вот к этой этому лицу вот этот вирус бафомет и подключился и особенно он любит вот эти чакры дальше выше плеч две чакры охватывается сознание что такое сознание совместное знание раскодируем знание между согласными надо ставить глаз на что понять глубины слова свой глубины суть слова получается совместная зона и и то есть у каждого своя зона ограничения то есть это ограничение зоной совместное ограничение зоны под этой информации это тоже форма шара охватывает нашу полу но то шар поменьше вот вот это шар который охватывает тело до плеч он называет его нам и слова знакома и это знакомо и эгоизм чем отличается эгоизм от эго а приставка из поставлена в конец из эго точно так же как материализм из материи из из материи из материи коммунизм из коммуны социализм и социума то есть это так устроили за кодировали наши слова чтобы не понимали что говорим что оболванивались вот эти измы как раз об этом говорит и особенно очень характерно есть анализ вот очень слово четко показывает и занала поставь приставку с места окончания вперед из все на месте вот так мы кто-то кодирует а мы повторяем и не понимаем что происходит поэтому не можем понять друг друга поэтому сейчас мы едем в одном вагоне определяемся в понятиях чтобы мы дальше легче пользоваться этими понятия и понимать друг друга так вот между шаром сознание которое охватывает голову и эго есть канал эта программа программа эго ну поговорим об эго чем занят эго и месяц эго бахомет и задача снять с нашу жизненную силу им это очень куда я удается когда я проводили мы встречу пожили вот это все придумано бафометом я там сейчас 40 рассказывал как мы теряем жизненную силу и здесь всюду некоторые моменты я добавлю потому что кое-то что упустил там я без подготовки очень быстро готовился сегодня я добавлю где мы теряем силу и его задача и мы отнять на всю жизненную силу чтобы не потерять потом я тоже сам нами терять я там уже тоже рассказывал так вот бифомет живя вот в области эго дает токсины в сознании и наше сознание отключается от души душа осознание связано с душой отключается от души и мы становимся рабами тела кто-то рабами желудка кто-то наркоманом становится игроманом каким угодно становится зависимым от разных факторов которые удовлетворяет тело и мы превращаемся в тело а какой здесь речь может быть о человеке это нелюдь вот человек который 5 ты как раз под это подходит тоже это уже к концу жизни когда ему не нужно заботиться о детях он становится пенсионером и превращается человека 5 ты что это такое так то телевизор тапочки телефон туалет 5 ты но творцу такие люди не нужны они быстро уходят а раз у телевизора не набирается низких эмоций и заболевает и очень быстро уходит жизнь много очень много примеров которые творческие люди вот я знаю темиряльской академии человек уже девяносто четыре года ему исполнилось понедельник действующий профессор проводит очень активную работу вот на на встречу несколько раз ходил это будет удивительный человек великолепно выглядит участник войны тяжелейшую жизнь прошел а из-за того что он активный для то что на позитив живет особенно сейчас ваше понимание что произошел квантовый переход это очень важно понимать дальше душа связана с сознанием она находится тоже поверх этого шара еще поменьше шар находится над шаром сознание это душа она связана вот с третьим глазом информация через третий глаз душой и а вот сверху души вот так этот канал слышим я у каждого из нас есть выше я выше я связан уже с богом выше я есть дух это наш дух но я некоторая информация есть она когда сейчас почему мне понравился меня раньше было восприятие такое душа это наши три тонких тела эфирные астральные ментальные ментальная как раз вот начиная человек мыслить это первые шаги к духу а следующие три это дух казуальная будхиевская и это дух и после смерти вся информация с нашего тела сознание а переписывается на села начали в душу а потом из души в дух я все что ты накопил в этом воплощении остается в духе который мерность не меняет и вечный боятся за свой костюмчик никакого резона нет мы вечные смена мерность и только тем более сейчас происходит такие чудные события которые идет ощущение пространстве земли матушки всей солнечной системы это не только нас тело но и сесть солнечной системы подробнее я расскажу на следующей встрече как это происходит я чего единственно что надо знать чем нужно пользоваться мы силу получаем в основном так называемый солнечный ветер как стоит такое когда он появляется этот момент когда солнышко только-только начинает подниматься над горизонтом и поднимется в полный шар вот это время максимальное приобретение солнечного ветра об этом знаю все растения все животные насекомые все знают и же ночные и дневные это единственный период когда никто никого не ест полное перемирие только высшее творение боже бога человек спит своих постелях значит что происходит даже подсолнух он править проводит на запад солнышко а уточка будьте любезны смотрите ждет когда солнышко поднимется на 5 точно своей плоскостью смотрит на это место все же ночные жители и живые существа не ложатся спать пока не встретят это солнышко а дневные встают раньше чтобы встретить это солнышко и а все пользуются все наслаждаются солнышко идет по земле этот процесс плавно идет по всей земле нам следует это тоже делать и приветствовать солнышко здравствуйте светлый солнце в трех мирах правь славь наш и славить его можно назвать мы есть и назови свое имя и ура крикнуть ручки пошире расставить и приобрести себе заряд силы на целый день с высокой вибрации с мощным потенциалом но сейчас такой период что мы на нашу земельку непрерывно идет галактический ветер если это краткое время зависимости от широты там от трех но там до 6 7 минут на севере там как целый день когда летом идет он все время там сопровождает там круглый день светлый день а вот средний полосе 35 минут а галактический ветер непрерывно земельку матушку сейчас шлет вот эту свою более качественную более сильную более высоко вибрационную силу и мы купаемся в этой силе и она преобразует наше тело наша задача принять эту трансформацию если кто эту трансформацию не примет он входит конфликт с физическим телом и уничтожает собственное тело вроде никаких болезней нет а молодые ребята уходят пример у меня такие есть потому что они не приняли свою эту трансформацию природа матушка не спрашивает наше желание а мы разумные существа должны помогать природе украшать природу вот поэтому мне очень понравилось это теперь что касается эта картинка и я мальчик мне хочется еще объясниться в плане сознания каковы же уровень сознания это самое которым средством мы пользуемся вот виды сознания какие бытовые научные религиозные 4 космическая 7 космически до 7 связан с нашими тонкими телами вот если мы понимаем что говорим вот седьмой уровень сознания 8 это коллективное сознание рода всего народа все всех людей на земном шаре это коллективное сознание так вот девятая это были не вот почему нужно изучать сказки изучать ключи доставать информацию из сказок былины сказки пословицы поговорки древние народные песни сказания это все формирует блинное сознание это вещи лес это информационно силовое поле земли вот на радио гамайон поэтому назвал рубрику вещи лес и поэтому там раскрываем многие многие понятия чтоб нам ориентироваться в этом вещи месть а далее чистое поле это информационно силового поля космоса вот даже здесь бытовое научно-религиозное почему научное ниже религиозное очень просто при материализме дух был исключен в науке и не по уровню восприятия мира конечно стояли и даже разделение было душой занималась не духом душой занимались религии а телом занимались занималась наук материи занималась наука душой занималась религия разделили нельзя ничего разделять сейчас сориентируемся еще но немного предназначение человека это очень важный момент их много можно собирать есть такие которые все должны люди выполнять все без исключения вот и что касается чтобы жить пространстве быть здоровым и вечным надо жить гармонии для этого надо понимать пространство и понимать себя в каком мы сейчас пространстве живем на земле реализован библейский проект значит в чем он заключается в плане экономики посмотрите второзаконие там есть такая фраза не давай в рост брату своего не денег и зерна а народом давай это судный процент поля особый процент разрушает все он источник всех кризисов направлен на разрушение все это паразитический судный процент 2 в области идеологии евангелия тяна 8 глава сорок 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 пятой стихи они не длинны если так читать я сокращенно произнесу там иисус обращается чернокнижником такой фразой ваш бог дьявол лжец отец лжи а вы исполняете похоть отца своего вот этот бокс справить на земле поэтому мир тотальной лжи бафомет вот это вложил эту инфекцию дальше во зрении на мир ложные вот три параметра которым мы живем мы живем в иллюзии полные иллюзии самое что неприятное мы творим эту иллюзию творим эту иллюзию через язык а через появлением интернета это иллюзия стала еще и виртуальная поэтому неудивительно когда молодые ребята наиграются в игры выходят с пистолетом расстреливать людей совершенно неудивительно да еще и в играх там стали человекоподобные это делать никак нельзя вот эти стрелялки стали люди участвовать в войнах люди это категорически не заделать человек не находит разницы игры и улице теряет разницу и живет в иллюзии вот что же нам делать после этого конечно пока у нас нет идеи у нас нет идеологии но идеи нет для людей а для тот кто правит кто за нашей страной наблюдает идея идеология уничтожения она есть а для нас нет так вот пока у нас ее не будет мы будем находиться в таком состоянии но очень много всевозможных это уже встречал под названием русская национальная идея скажите мне зачем слова национальная не просто анала чем всей нации русская идея но скажите так потому что как назовешь так работает примеров этом очень много я вот все очень наглядно пользуюсь чернобылю как назвали так получили и другие названия абсолютно точно так вот встречал я такую русскую идею держать небеса сохраняет рот берешь землю сохраняет рот но это понятно и берешь землю тоже понятно что такое держать небеса вот это обеспечивает информационно-силовой обмен земли матушки с космосом сама она тоже обеспечивает это ее дыхание она обеспечивает это взаимодействие через лес через травушку мы общаемся через волосы и пушок на руках она вот так но наиболее интенсивно можем делать это мы когда эти потоки концентрируем и перенаправляем и это одна из главных задач всех живущих людей на земле естественно дерево помогает это делать если ты подойдешь обнимешь дерево и ваш общаться с ним и направляешь самая свою мысль у богу до этого усилия вот очень мощные усилия следующий момент надо изучать наш язык истотный язык ну когда-то может мы дойдем где научить человека и языку изучать язык невозможно это надо дать ключи и чтоб человек сам заинтересовался и сам изучал вот лекции можем море на читать пользуют это будет немного заинтересовать нужно и ключи для раскодировки современных слов набрать и раскодировать слова и когда ты видишь что это тебя раскрывать я вот каждое слово когда раскрою у меня радость появляется восток поэтому это будет необходимо делать дальше и конечно нужно менять технологии но видеть силы энергии ребят и раскрывать оба сейчас вспоминать тесла и других сейчас очень много новых и потихоньку выбирать гидроэлектростанции снимать плотины восстанавливать землю матушку потому что плотина это такая страшная вещь что если она прорвется на уничтожить сразу миллиона она не вечная ничего нет вечно и варианты даже не нарушая речку очень элементарно у каждого города ставить допустим тоже вертушку на течение и мосты разводить тоже опустил левих воду и сама вода развернет разводной мост в другую сторону поднял опустила на его на место поставить течение воды это сделать и нужно тратить электричество а там огромное ленинграде сколько используется огромное количество сил используется вот стать богатырем современности это очень важный фактор потому что один в поле него и над неправильно один в поле войны не только в любом даже в чистом поле это сейчас идет информационная война если человек двух человек разбудит считай что спас от гибели вот в том пространстве которым сейчас мы находимся душу дух разбудил это спас двоих а те еще по два вот ты уже один в поле войн поэтому стать богатырем современности это очень важно духовное развитие до блинное сознание надо развивать которым я говорил от непременно ну и чтобы силу свои не терять целому встречу посвятили об этом мы помним должны вот тут я сейчас добавлю то чего я тогда хотел не довел и хочу сейчас добавить я там мало обратил внимание времени хотя его нет вот человек который предъявляет претензии ко времени то есть сожалеет о прошлом недоволен настоящим и боится будущего он очень быстро старец очень быстро ставится вот живи сейчас здесь и сейчас живи будущее многовариантные особенно которая в своей жизни нарушали некоторые принципы вот я тут на тоже пять ошибок назову которые страшные ошибки от которых очень много беды вот дальше есть такой момент как секс значит им нужно заниматься осознанность понимание выделяется огромное количество силы на завершающем этапе почему-то все стремятся заниматься ночью какие сущности питаете особенно когда запланировали иметь дитё обязательно светлое время на на светлые сущности притяните и в то же время даже не управляем это выделяемая сила ее тоже кто перехватит это очень важный момент мы с вами боги на земле и этого стесняться не нужно потому что буковка аз нашей аз боги говорит бог живущий на земле творящий образ и вот такой почему аз бога азбуку мы нам понятно нам ее 10 октября 23 декабря 17 года у нас ее изъяли как инструмент образного мышления и вставили алфавит так вот азбука это по названию первых двух букв азбуки кто боги буки превратил кирилл мефодием поэтому я называю азбога аз и боги вторая буква алфавит план был перевести всю нашу страну на латынь с той же задачей приходил и кирилл мефодий поэтому даже название сразу определи алфавит альфавита первые две буквы латыни и назвали вот так алфавит но и многие уже окраина перевели наплодили то пока стали не перекрыл двадцать девятом году все эти институты не разогнал попала по творению национальностей и языков и потом возвращались назад остановился процесс поэтому я вот с уверенностью заявляю что если бы не святослав и сталин народ на земле уже до такой степени до градации деградации дошелся близко с обезьянами были поэтому развивать биополя наши просто необходимо сейчас у нас тонкие тела которые я назвал это пустые скорлупки когда их наполнить силой мы вот и будем творить как боги будет мы сейчас всю силу отдаем бафомету все организовано для съемок наши силы чтобы мы были слабые больные или наши вот очень важный фактор имя ну вот я навстречу всегда биолокации показываю если предмет называешь другим именем опустим от кружку назвать вилами просите кружка поле у него исчезает вот на все наши имена прежде перри прошли через церковь они не связаны с насчет настоящими богами наши древние имена были где участвовал всегда в абсолютно большинстве идут коренные где причастливы такие как яр как славь как сила как вера вот ярослав допустим вера слав да только вера через я писать надо потому что вера через ять это просто ну без обдумывания берут на веру и не понимаешь что говорят а через ять это уже понимание божественное настоящее мироустройство буковка ять образ и и это за и взаимовстречные потоки это взаимообмен небесных и земных структур убрали эту ять восемнадцатом году и теперь я хочу сообщить вам пять основных ошибок кто это очень интересуется я так кратко очень кратко назову это виктор рогушкин его статья о которой он говорит что абсолютное большинство болезни и проблем от из этих ошибок который творит человек а первое гадание спиритизм магия через гадание устанавливается новая программа меняется так которая тебя шла по предназначению у меня так у цыганки погадал мой тесть ему нагадали 89 лет и он действительно но я понимаю все энергетики поэтому некоторые нарушения сделать дал ему возможность несколько дней протянуть и вот у него исполнилось 90 лет и он умер я не стал это делать потому что в план творца я не имею права вклиниваться потом я понял что не имею право через спиритизм это то же самое принципе гадание только вызывание духов и блокируется вот этот второй центр который 3 3 глаз и зеркальная затылочная часть и связь с душой прерывается значит если магия причине с помощью магии причиняешь вред другим то это карается онкологии то тоже многократно проверено у них целый институт есть у виктора рогожкин вот они это проверили второе вторая ошибка сожалению в умерших этого делать нельзя потому что уходит сила разрушающие себя и разрушающих их надо подпитывать на высоких вибрациях любовь посылать и вспоминать самые лучшие моменты жизни поэтому когда серьезная ошибка а третье обиды материальные привязки стрессы обиды сила уходит из печи и же женщина пузыря к тому на кого обижаюсь ты его питаешь материальные привязки бьют поджелудочной железе вот материальные привязки они еще и не дают уйти после смерти душе не дает не дают уйти тонкий план они мучаются на земле ну как же там у него там дворец остался да там много миллионная машина куда кто есть ездить теперь столько у меня земли как же так до миллиарда долларов но как же так я ушел и они привязываются не мог мучаются они тормозятся в развитии хотя эти люди так уже дух потеряли эти люди теряю потеряли дух они материю вот это привязки заменить заменили на дух да вот дальше аборта выкидыши те же последствия это это убийство в любом случае убийство вот в этом случае души остаются до конца жизни родителей вот как те абортированные души они на всю жизнь с матерью и с отцом остаются и живут до конца жизни этих родителей силы питает их силы забирает силу мало того как убийцы приходите в тонкий план на любом этапе на любом этапе потому что душа подключается к яйцеклетки в момент когда она становится зиготной то есть оплодотворилась уже через сперматозоид и вот где матрицы матери и отца заполняется душа и идет на воплощение на любом этапе это убийство хочу обозначить 10 способов понижения вибрации а значит не делая это будете повышать негативные эмоции я-то на той встрече рассказывал об этом какие эмоции и какие вибрации по уровню но все негативные или же 3 герц а представлять сейчас пространство больше 40 герц какой дисгармонии он человек с этими эмоциями а негативные мысли то же самое чрезмерная самокритичность осуждение и неприятие осуждение людей неприятия пространство неприятия людей вот очень опасно осуждать за глаза если в глаза то можно исправить человек что-то не понравилось тоже можно сказать что я извини простите это простите я виноват назвать и тоже уладить этот вопрос а за глаза ничего не получится а смотрите как это распространено со распространено сильно я может утрирую но доля правды есть если у женщина отнять сплетни говорить будет не о чем еще две женщины базар три ярмарка о чем да не о чем теряет силы и проблемы наживают непорядок в доме все разбросано не имеет порядка то же самое хаотичность грязь она тоже отнимает силы вещи старые которые давно не нужны они отнимают силы окружение вокруг вас спокойно меняйте людей вампиров от них уходить родственников от них не уйдешь принимать их такими какими не есть совершенно спокойно и вот не нарушая спокойствие принимать такими как есть когда-либо надо наблюдать за вами то они поймут или сделают вывод и соответствующим образом тоже смотришь что ты не старишься не болеешь а у них все проблемы буду задумываться конечно носить так тихонько через кого-то потому что нет пророка самотести ближние нас не слышат но видит как мы живем очень тяжелая пища вирусы очень любят слизь у вас слизообразующие продукты на первом месте стоит мясо особенно свинина на втором яйца на третьем молочные продукты особенно сыры поэтому и думайте это мое мнение я делюсь с вами а вы как хотите это ваше дело и сенсорная брань очень мощное разрушение очень мощное разрушение идет на плане генетики мы таком чудное время я вот вам потом доложу какое великолепное открытие за за что было получено нобелевской премии но это чуть попозже табак алкоголь наркотики затуманивает сознание вот это вот через эти бафомет привязки вот к этим вещам и идет затуманивание сознание и прерывает и перекрывает связь с высшими структурами души то есть перекрывает связь дальше с духом и человек становится душевный в принципе так как и любой животное становится тоже душевный вот а и сознание уходит вниз нижние астралы но аж там очень много сущности которые любят сообразить на троих прям ждут плане алкоголя это вот те сообща которые работают теперь то что я обещал вам сказать об открытии в 2002 году нобелевская премия за открытие такого плана что в днк есть мигрирующие гены за что не отвечает за оптос и не кросс что это за выражение значит когда наша клетка умирает что не дальше два пути или она отдает свое тело для как строительный материал новой клетки а пример они еще выделяется огромное количество жизненной силы это жизненная сила используется организм будущем это один вариант это называется оптос они назвали так а вот второй вариант клетка умирает и низ это никуда не уходит она начинает разлагаться и отравлять организм вот в этом случае человек очень быстро стареет может быть одна из причин наверное уже знаете что в пять шесть лет старички вот в по интернет такие показывают такие вещи вот что определяет вот эти вот функции кто запускает вот ваще очень важный момент так оптос когда человек на позитиве живет автоматически запускается когда много негатива эта функция перед перекрывается и включается вот этот некроз когда клетки умирает и гниют в теле и дело быстро старится еще один фактор теперь а вот как выйти из этого состояния из-за негативного состояния из состояния некроза чтоб на автопилот перейти на оптос вот тут я думаю не очень не скоро раскроет и как что-то раскроет для власть имущих потому что те которые или люди без духа и совести они живут в страхе за свои деньги за свои машины за свои компании так далее страх у них очень мощный это так низкие вибрации это очень низкие вибрации и чтобы выжить они будут платить большие деньги чтобы от автос включить но поскольку из себя не изменит это больше напрасно вот такое удивительное открытие его сейчас после квантового перехода этих открытий будет как и за ругой забили идти одно из которых вот мы наверно очень скоро будем видеть другие планеты на небосклоне чем это отличается потому что при повышении вибрации всей солнечной системы орбиты планет вокруг солнца будет сближаться к солнцу вот еще в двенадцатом году академик черняев обосновал движение солнце наш кроме его этой информации нигде не читал не слышал а это в горном алтае я вот рядышком сидел и слушал его это выступление великолепное выступление значит они все будут уплотняться ну она вот простой чем больше электронов они не разлетается они уплотняется к ядру то сейчас самое сейчас будет проходить с нашей системой и проявится а то мертвая материя который мы знаем что 90 процентов мертвой материи и мы начнем видеть другие планеты может быть даже не вооруженным глазом какого размера не не знаем а по нашим сказками 27 и они существуют и ведах это уже есть их название и все есть ведах ну вот так примерно то что хотел я доложить вам хорошо хорошо давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и после этого уже наверное перейдем к вопросам и репликам которые в чате народно-славянского радио появились и на канале ютуба согласен да конечно хорошо отдыхаем три минуты с небольшим музыкальная пауза и потом начнем отвечать на вопросы продолжаем разговор на народно-славянском радио напоминаю что сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2017 года среда по одному из старинных 38 день месяца ветров 7525 лет и четверик целый вечный человек такова тема сегодняшнего нашего эфира владимир николаевич артамонов автор сказитель и вот такой у нас получился в первой части доклад интересный а теперь пришло время нам пообщаться уже с нашими радиослушателями и зрителями итак если ты готов то я начинаю тебе задавать вопросы буду тебя вопросами пытать до готов пытать можно только осторожно хорошая песня была слово счастье до со части когда все части воедино собрать тогда вот это и есть счастье и тогда-то больше цельным и вот конечный вывод что и действительно целовечный когда-то больше цельным тогда больше вечным и на руси у нас были целителей которого собирали воедино тогда человек не болел и все было замечательно ну а калекам нужны были калеки а сейчас у нас врачи что-то там созвучно есть слова врать шучу наша суть есть в каждой шутке есть доля шутки да идем идем уже к вопросам двигаемся реплика эфир от виталия из эстонии если бог является источником света и любви то в таком случае вопрос а откуда а куда направит это мощный источник любви и света ведь само самое главное куда пойдет источник света и любви вот где должен стоять вопрос куда направится направляется на творение все есть свет материи нет из разной степени уплотненная сила а если рассматривать изначально то вначале было ни слова вначале была мысль а до мысли был звук а вот да да звука это было спираль спира спирали движения а вот порождение спиральное движение производит свет так вот этот свет должен направлен быть на творение всего сущего и все есть свет все и без исключения свет только разных окрасок вот я те встречи одевал белую рубашку 9 цветов основных белый свет это самая высокая вибрация а сейчас я одел фиолетовый это предпоследний цвет поэтому по одежде по-разному человек от одежды сами самочувствие зависит а дайте какую одежду деваешься по-разному себя чувствуешь и это верно дальше виталий миккиров реплика в эфир вообще человек похоже произошел от эльфов и богов и мы являемся потомки эльфов и богов до какой-то степень конечно согласен но не забывайте что если даже мы на землю победам прибыли полтора миллиарда лет назад то есть мы на землю с космоса прибыли никакого развития на земле нет а клонов произвели около 6 тысяч лет назад так вот выбирайте кто от бога кто от клона вот адама сливой отсюда думаете да кто-то пошел по этой линии но если ты выбрал правильный путь у тебя есть днк ты себя переформатируешь ты разовьешь и дух и совесть и обратишься к богам поэтому никогда не поздно встать на нормальный путь развития так дальше виталий миккиров реплика в эфир задача человека познать или познать или познавать три мира человеческий мир мир природы мир божественный вопрос а какова цель этого есть общая цель во всем мироустройстве развитие предела развития нет бог это человек до стихший уровня творца и вот наши щуры пращуру стали богами поэтому фраза даже слава богам и предкам наши неправильные то есть богов союз и разделяет это боги а это предки и брать надо слава богам предкам наш тире ставить вот есть такое вот предназначение всего сущего для развития все развивается и пределы развития нет я показал как развивается боги ступени развития богов вот это общее предназначение вопрос эфир от олега из иркутска здравия владимир николаевич есть такие сведения что понятие целования это духовное напутствие отеческое благословение от слова целое отсюда же слово целитель что думаешь по этому поводу благодарю прекрасно сам себе ответил на этот вопрос я полностью согласен да хорошие нас слушать и зрители сами за вопросами отвечают потому что что такое благословение это силу рода подключаешь силу рода подключаешь всего небесного рода когда если выходит замуж или женится без благословения родителей вот эта связь прерывается поэтому благословлять и целование цельные великолепно сам же ответил благодарю виталий микеров продолжает репликами на забрасывать у него следующая реплика такая у меня такое ощущение что господь из пепла и праха земного создал людей а это означает что человечество было уничтожено или испепелено пепел нет у меня тут другая ведь серые космические сущности клонировали для определенной цели для захвата земли бафомета вот и все реплика от лего из иркутска есть духовности это дух овнов то отсюда душевность душа евнухов есть и друг есть и другая трактовка что окончание ось конце слова означает основу хребет кость то есть цельную завершенную структуру отсюда и слова духовность пусть душевность соосность цельность и так далее благодарю молодец дело в том что великий могучий наш язык все великолепно правильно говоришь и так воспринимает так по-другому воспринимать я об этом самом начале говорил все правильно дальше володя из ютуба а яйца это живая или мертвая еда если сырыми их есть это желток допустимо белок в любом случае все склеивает а сырой он склеивает поэтому наши щуры и пращуры каменную кладку за как закрепитель вот эти белки использовали они не пользовались пищу и это стояла сам кирпич сломается соединения нет и также внутри все склеивается а когда белок сваришь он не усваивается он как поршень проходит через желудочный кишечный тракт хорошо если как поршень а то еще тухнуть начинают да не просто не просто так оттуда идет я не вот запах это то что запахом аромат идет нехороший так но да 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 вопрос в эфир из ютуба от володи а кто такие леги леги которые за светлые существа разумные существа они жили на земле я говорю по ведам я их не встречал и не видел не знаю я говорю по ведам вот а до них на земле из полтора миллиарда лет пожили орлеги назывались болище разве по люди поэтому мы поскольку читаем и слева направо и справа налево лег это гел справа налево дел читаешь это светлая сущность а ан противоположное делу ангел архангел так дальше вопрос в эфир от владимира из матищ религия вообще неплохая идея тех кто знал как фокусировать поток энергоинформационного поля религиозных людей за многие сотни лет религиозные люди намолили такую зловещую сущность что уже непонятно что случится с человечеством если порочная взаимосвязь между человечеством и этой сущностью будет разорвана владимир николаевич своей религиозностью вы в том числе подпитываете сущность потенциально угрожающие моим потомкам и у меня возникает такой вопрос что мне со всеми вами делать я постоянно сказал что все религиозные агрегор от отвергнуты сейчас не в какие религии я не вхожу совершенно если я пользовался библией это не значит и религиозный вот я свободен от религий я высказываю общее воззрение на мир для всех людей мы все разные если бы я разговаривал один-на-один с кем-то я бы индивидуально говорила мне так и разговаривал поэтому теперь уже конкретно да те все люди которые привыкли питать паразитические агрегоры все без исключения религий даже буддизма на слава на страдания убери страдания не будет буддизма то есть низкие вибрации но жили мы на протяжении тысяч лети частотой 7,8 300 герц стабильная частота была и всем негативщикам все негативные эмоции ниже трех герц им терпимо было жить а сейчас такая вибрация пошла ломка идет капитальная ломка значит тот человек неважно уже он придет сил это у него у него будут посредники собирать под придет в храм у него посредники у тебя теперь у посредников то вообще силы нет они будут собирать только от паствы а человек который туда не пойдет если он переходит на высокие вибрации то он гармоничный с природой он будет накапливать из пространства силы но больше 60 процентов силы берем из пространства только с пищи не больше 40 можем взять а если пространство уже кто на низких вибраций тоже агрессивное пространство значит что это болезнь это потеря силы поэтому на высокие вибрации только с юмором шутка жить надо и никаких религий дальше идем вопрос эфир из ютуба от володи а молитва например отче наш полезную читать или как ну очень наш я бы там переделал потому что там слова бог можно прочесть я бы его переделал в созвис реалии то есть царство небесное она уже есть да будет сад да есть она уже есть царство твое говорите если вашу очень нравится очень наш и вот в этом включение надо переделать координаты адресат из изменить кому-то обращаешься если ты назвал имя бога значит и что восстановил сразу связь ты снял телефонную трубку идет обмен потоку силы все зависит от того как кому-то бог обратился наши боги это боги природы и было много я с этого начал какой же религиозник я природники а виде вот наши еще речь про щурок ведали как жить гармонии с богами с людьми с природой со всем окружающим ведали и вот по этой виде жили а теперь живут по заповеди вот и все реплика эфир из ютуба от виталия микерова леги это так называемые божественные существа которые варили зелье то же самое и ведьмы делали вообще боги пошли от северо-востока то есть примерно с россии ангел это анти лег но все отвечает сам дальше виталий микеров продолжает реплики первое а капитализм из капитала капитал в переводе вложение денег второе переведем молитву отче наш на современный русский язык получится научная фантастика ну вот как хотите тогда лучше наша нема молву свою обращали наши щуры и пращуры славили богов и вместо было кремль и кора мол место где собирались и молву обращали к богу не молили не вымаливали не выпрашивали ничего все богами нам дано все нам дано богами слава молвили да игорь из ютуба вы говорите что духовные люди живут дольше чем материалисты но мы знаем немало примеров того что умные люди духовные интеллектуальные уходят раньше как так вот много слов наговорила при понятии да вот своих три значит во время катаклизм лучшие люди гигнут на амбразуру бросается лучшие люди хитрые в колах сидят отсиживаются это один это что касается катаклизм и он всегда готов пойти чтобы спасти другого человека потому что в этом случае они уходят мир праве нас еще и прощу это знали и просто было названо уже пользовался этим бородину родина богов вот там погибшие люди все ушли мир праве наши славянские племена которые там сражались все ушли мир праве немножко не доразвита их там на быструю переподготовку берут но они точно будут уже богами поэтому когда-то деревню назвали бородина родина богов и не просто там там сражение произошло не просто так все ли просто так подобное притягивает подобное название притягивает то что как назван ну самоотдача когда человек опять же теряет контроль потому что творчество несет радость великой радость особенно когда это творчество нужно людям я ощутил это по себе поскольку знаю мне это дали родители возможность еще в 6 лет ощутить радость когда своим трудом заменял их и помогал им от начала был 50-х годов 53 год 49 6 лет не было 49 вот они мне дали эту возможность и все у меня с тех пор не надо было ничего просить я я наперёс сидел наравне со взрослым я они вот эту радость не прятали я и видел эту радость и она переходила в усиленном варианте мне и когда люди творят и забывает о своем теле они уходят надо все делать гармонично потому что тело это храм для духа духа и души не церковь а тело здесь было сказано что немало примеров когда умные люди уходят интеллектуальные и сравнилась духовностью так вот не всегда умный является духовным и не всегда интеллектуально является духовным это еще один такой момент который необходимо нам для себя отмечать умный человек скорее всего скорее всего может быть не духовным на уме сидит и все это скорее всего не духовный надо до белого человечка добраться через еще возницу да очень часто умный умничают за бутылкой какого-либо зелья а да ты меня вот я вот достиг того то я был тем то у меня было вот то то и сидят там за булдыгами жарят чего-нибудь такое так умный умные да умные слова говорит да умные но при этом разумный ли духовный ли отвечайте сами вопрос эфир от олега из иркутска владимир николаевич влияет ли разум сознание интеллект человека на его биологические рефлексы на координационный вестибулярный аппарат ведь уж животных походка естественно и грациозная то есть их движение чисты не обременены сознанием у человека походка движения различаются не только по признакам телосложения но и по признакам социального статуса внутренней самоиндентификации и других процессов в этом ключе благодарю сколько умных слов написал да класс класс правда классно ну что ребята умные хорошо разумные даже здесь вот к этим что написал можно назвать разумные это замечательно но тот гнет та матрица в которую нас загнали животное то не ощущают груз забот вы посмотрите когда человек озабоченный идет и когда он наслаждается природой они совершенно разные люди бегут не соображает что говорят скорее скорее добежать до работы скорее скорее добежать домой они не думают ни о походке ни о чем и вот давление груза их придавливает это меняет и днк и структуру тела и походку совершенно точно но самое что неприятное разрушает наше тело когда мы идем вот 120 шагов это очень хорошо идешь тогда если лучше всего когда в два раза чаще потому что идешь с вибрацией сердца это медленно это 60 ударов 60 шагов в минуту это очень медленно тогда ты будешь идти идти всем любоваться размышлять набирать силу потому что вибрация тела будет совпадать с вибрацией сердца вот тогда человек очень комфортно тогда она распрямится будет замечательным человеком то бишь все замечать вот тогда когда ему спешить некуда а матрица нас гонит люди работают по несколько работ по две-три работы работают чтобы выжить сейчас для этого все делается чтобы мы не стали по-настоящему богами а были рабами ну вот как-то кратко так ну да если мы говорим про естество то наверное самая грациозная походка будет и человек который очень куда-то торопится по нужде а вообще замечательно это не тот который замечает а которого замечать поэтому он и замечательный и вовсе замечает он идет такой раскрытый открытый созерцает наслаждается наблюдает парит над землей возвышается и он виден всем потому что большой видится на расстоянии он над другими находится из точки зрения поднялся вы там никто просто вот он выше потому что он в небесах он с богами мать его земля подняла вверх ему хорошо вот он замечательный человек такой хороший дизайн с той стороны подходить но что-то я в москве не вижу когда я иду вот так спокойно всех замечаю всех вижу а люди меня не видят ты знаешь я из москвы уехал я счастливый довольный человек да вот сегодня целый день травкой занимался косил так хорошо дальше голос вопрос из ютуба душа это энергия совести источник любви и людям любви к людям космический закон жизни и в гроб ее не забьешь но это скорее всего реплика я вопрос здесь не вижу я тоже не вижу но в принципе источники света мы с вами и прежде всего дух проводник мы получаем от богов и мы заряжаемся этим я говорил какой свет там разный разного цвета а черного до белого что ты излучаешь а то что ты получил а через что ты получаешь через дух а дух вечен его в грудь не уложишь это точно солнце сразу реплику и что теперь на работу не ходить ходи 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 конечно выжить то надо но надо менять свое пространство и свой образ жизни ну вот олег сей сей олег ведущий наш он поменял образ жизни видишь вот счастлив на природе главное еще и природа счастлива от того что мы здесь у нас такая взаимосвязь образовалась природа ждет одухотворение от нас это одно из главных предназначений поэтому репка выросла огромная сказки о репке дед восхищался и радовался что она растет у него такая бурная она и выросла вот это ждет природа от нас мы боги на земле предназначен для одухотворения всего сущего игорь из youtube а может ли галактический ветер изгнать всех паразитов из нашей земли что уже столько времени сидят там и пытаются вылезти еще наружу это зависит от каждого человека от каждого индивидуума когда захочет жить он начнет думать как выжить начнет меняться и да вот эти два три года все покажет настолько будет быстрые перемены даже вот этот год все это увидеть ты знаешь когда спрашивают ну вот почему же там рассвет начался паразиты они такие сякие я говорю знаешь что дорогой друг вот когда у тебя паразиты в кишках заводится или где-нибудь в мясе в твоем в мышцах или в костях или где-то в лимфе конечно можно обращаться к кому угодно но до тех пор пока ты не будешь соблюдать внутреннюю частоту которая будет не устраивать паразитов которая будет противопоставлена паразитам которая будет исторгать из тебя паразитов ничего не изменится можно почиститься в баньку сходить можно просить чтобы кого-то попарили можно просить таблетку съесть ну хорошо таблетка паразитов усыпила вместе с вечерним они вывалились из тебя все замечательно вши твоих в бане погонял кто-то венчиком а семечки остались даже не даже не даже если семечки даже если семечки но все равно ты такой счастливый довольный все за тебя сделали все хорошо здорово а потом увидел большую теплую лужу плюх туда с разбегу как хорошо и давай опять в рот все совать без разбору опять всякое там на себя насовывать намазывать ну и что помогли тебе таблетки помог тебе человек который тебя в баньке попарил да помог надолго ли нет так что друзья мои паразитов конечно галактический ветер может изгонять но вот насколько это все стабильно будет зависит в первую очередь от вас от ваших мыслей от ваших желаний от ваших представлений об этом мире мне вот так видится правильное направление хорошо благодарю идем дальше Игорь почему еще до сих пор осталось много людей кто верит в материализм вещизм атеизм как и тех кто следует библейскому богу как те так и другие ошибаются все зависит насколько человек открыт к информации нас меняет информация а фанаты они защищает свое воззрение на мир вот такое и все и принять не хочет даже с агрессией защищает вот это их проблемы поэтому даже паразиты очень любят низкие вибрации выскакиваешь на высокие вибрации почему святых когда могила святых открывает там аромат чудный там не было червей в теле не было червей и поэтому они не разлагались тела но сейчас в европе там пол европы святых потому что дымовые продукты едят да ну а с другой стороны игорь есть так вопрос задать является ли это ошибкой с твоей точки зрения это ошибка с их точки зрения это истина в последней инстанции да и что такое слово русская ошибка шибко 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 ну как это очень быстро да там уж уши биться это удариться о шибко это о чем то таком вот спотыкнуться удариться быстро непонятно для них это может быть нормально поэтому судите о другом человеке ошибка это не ошибка наверное можно только тогда когда ты когда ты достигнешь уровня этого человека превысишь его станешь богом творцом который все понимает а скажешь это была ошибка сейчас наверное надо следить за собой за своими ошибками понимать что ты делаешь если ты не понимаешь ну так не ты если я не понимаю другого человека как я могу тогда говорить ошибка у него это или не ошибка прав он или не прав наверное надо за собой следить в первую очередь справлять свои ошибки но прежде всего осуждать нельзя будут проблемы это первое с позиции себя нельзя оценивать какая у тебя оценка каждый прими человека всех людей принимать такими какими есть это их персональное дело каким им быть они посмотрят на тебя ты лучше живешь ты здоровее крепче тогда они а как то у тебя получается спросят а давать оценки это очень хорошее дело это проблемность создаешь сам себе возможно это и есть самая главная ошибка почему потому что люди начинают всегда смотреть не за тем что делают они а что делают на стороне и им кажется что все проблемы в мире от других людей не от него не от твоей семьи не от твоих поступков а от того что делают другие люди может быть это и есть самая главная ошибка может быть как раз и не надо так жить на свете ну вот чтобы себя проверить попробуй устроить лад своей семье со своей женой со своими детьми тогда и в мире будет лад так дальше Игорь продолжает вопросы задавать закончится ли библейский проект и кто его может отменить и даже если отменять то чем будет заменена эта религия на земле и будет ли лучше библейский проект закончился он выполнил свою задачу конечно властители стремятся создать единую религию но религия на есть религия я уже говорю надо жить и ведать как жить в гармонии со всем окружающим с богами с людьми совсем совсем гармонии жить ведать а для этого надо развивать понимать что то что вокруг происходит скоро раз по этому пути пойдем по духовному наука будет другой сейчас еще все старые держатся за свои кресла и не уходят и стремятся держать моментально создали комитет по лженауке чтобы сохранить эти кресла старые и поэтому те продвижные революционные мысли давятся но это дело закончилось потому что земля матушка не может уже переносить такого отношения к ней мы превратились в таких паразитов которые не понимают что кормильца уничтожаем уничтожаем кормильца а вроде бы разумные а такие же как те же черви насчет червей зря ты их обидел черева которая все на своем пути поедает и перерабатывает в гумус без нее без червей не могла бы земля плодородность свою проявлять это очень серьезные помощники зря зря ты обидел червей вот вот паразитов которые похожи на червей живут червеобразные вот наверное да вот мы больше на паразитов похожи обиделение как не так скажешь сразу вот здесь здесь был вопрос да закончили библейский sediment на мой взгляд я абсолютно с тобой согласен абсолютно согласен сегодня кстати стровой занимался как-то вот мне тоже такой вопрос пришел будет вопрос про то закончился ли библейский проект и вот как раз И вот как раз позакончится ли библейский проект? Вот точно такой ожидатель пришёл. Он уже закончился. Закончился. Он выполнил свою миссию. Необходимо было дать людям такие условия жизни, чтобы их вот так вот зажать на время, законсервировать, удержать, дать им возможность испытать, что такое жить в таком стадном состоянии, что такое жить под управлением каких-то иных структур, не наших. Вот теперь у вас накоплен опыт. Теперь вы прекрасно понимаете, как это всё есть. Все функции он своё выполнен. Он больше здесь не нужен. И теперь те, кто хочет, они добровольно выходят из-под него. И никаких вопросов к тем, кто выходит, не может быть, потому что они выходят по праве. Всё, закончилось время. Ну как вот, закончилась ночь, наступило утро. Всё, хочешь не хочешь, а свечку гаси, потому что солнышко встаёт. Здесь Солнце написало, выключите кто-нибудь этого сверчка, невозможно слушать. Солнце, я бы выключил, я не знаю, про какого сверчка ты говоришь. У меня сверчка в ушах нету, я не слышу ничего. Ты слышишь какого-нибудь сверчка? Нет. Я не слышу. Люди, кто-нибудь ещё, кроме Солнца, слышит червей? Ой, сейчас червей, сверчка. Здесь, как же Алексей любит червей? Елена 777. Вот если ты любишь фрукты и овощи, так или иначе, тебе придётся любить червей, потому что именно благодаря им, этим маленьким труженикам, земля наша наполняется гумусом. Не будет червей, не будет у тебя овощей, не будет у тебя фруктов и ягодок, потому что одни бактерии, они не справятся с этим. А черви — это те, которые упорядочивают всё, что в гимн попадается, перерабатывают быстро, превращают землю, которая отмерла, в гумус. Так что не нравится, но что делать? Кроме червей в земле очень много населения, больше, чем сверху земли. Конечно, конечно. Просто черви — это одни из самых, те, которые нам попадаются, которых очень много. Естественно, там и бактерии есть, каждая свою функцию выполняет, само собой. Но я просто говорю про то, что у нас прошёл разговор про червей, то про червей мы и говорим. Так, идём дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Окончание «изм» в конце слов по одной из славянских мировоззренческих систем означает истину земного мира. И слово «истина» — «изтина» — это изначальное сведение мудрости, отделённое из тины, то есть из ненужной поверхностной лживой, информации и имеет положительное значение. Благодарю! Значит, богатый русский язык, но всё же для меня это истины. Лучше всего это «веда». «Веда» — это нет синонима этого слова. Ни знание, ни наука. Знание — зонание, ограничение зоной. Наука — наукорочение. А «веда» — единственный синоним — есть вода. Вот вода есть во всём мироустройстве, и наша мысль поэтому передаётся миллиард раз быстрее скорости света в любую точку пространства Вселенной. Благодаря этому. Поэтому я заведу. Миллионы лет наши щуры и пращуры жили по «веде» и по родовому праву. И решали внутри своих ячеек всё. И никакой истины. Абсолют азбос и лютый. То есть это моё восприятие. Вам так нравится? Ура! По поводу знания, здесь можно трактовать по-разному. И «с» — нания, и «зело» — нания. Вот «нать» — это то, что человек уже принял, то, что стало его. «принять», «отнять», «внять», «унять», «нять», «нять» — знания. Это то, что человек уже принял. Есть просто весть, ещё не мудрость, а пришедшее откуда-то, то, что он уловил, сознание может уловить, понять, осознать. А есть уже знания, то есть то, что через ум прошло, то, что у него сформировалось, и то, что стало понятно ему, и он это может уже в жизни применять. Вот это есть знание, «зело» — знание, то есть очень принятое. Твоя вторая сущность. Поэтому, опять же, как писать, как это воспринимать, и можно давать различные трактовки. Можно писать через «С», можно писать через «Зело», можно ещё как-то написать, и получат совершенно разные варианты. Наш язык очень упрощён, очень упрощён. Если бы мы сейчас, например, пользовались той же самой буквицей и понимали, как это всё произносится правильно и пишется, я думаю, что мы бы поняли следующее, что, первое, синонимов в русском языке нет. Нет, с каждым словом это образ, цельный образ, и он не может иметь синонима. И синонимы — это иностранное слово. Это там, где не хватает тямы в голове, они на одно слово тысячу значений прикрепили. А в русском языке синонимов просто не может быть, потому что образ уникален каждый. И вот если бы буквица сохранена была, я уж про Рунику молчу, про Корону молчу, если бы это всё было сохранено в полной мере, тогда бы у нас вот эти все разговоры про, как там, замок или замок, коса какая, они бы сразу отпадали. Нас ввели в некий блуд умственный. И мы сейчас иногда умствуем лукавя. То есть ввели нас в такую глупость, в общем, в такую глупость нас ввели, что порой удивляемся, как мы до этого докатились. Ну ладно. Творим иллюзию. Мы сейчас словами творим иллюзию. Ну, находимся, погружаем себя в маю. Майя, мы ета. Маемся? Маемся. А чём маемся? А не знаю, просто маемся. Ну ладно, идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытища. Если каждый человек — это малюсенькая долька Вселенной, значит, можно восстановить практически все, всё изнутри себя самого. Зачем вы используете для громоздких теоретических построений сказки наших партнёров Ближневосточного региона? Я пока сказки не использовал. То, что человек является клеткой нашей Вселенной, это однозначно, и не просто так, всегда, ещё щур и пращур и человека называли Вселенной. Вся информация в человеке о всей Вселенной существует. Точно так же, как клетка нашего тела имеет информацию о всём теле. Благодаря этому из клетки можно клонировать человека. Благодаря этому только духа не будет. А клонировать можно. И только потому, что есть информация. Да, всё, когда ты будешь осознан, ты поймёшь, что ты настоящий Бог-творец, ты себя сотворишь и будешь пространство творить. Одно из предназначений — собрать, вот наша земелька-то как она устроена, и наша задача — собрать всё лучшее в мире яви и слави, объединить и дать росток в космос для творения миров. Вот наша земля является кузнецей богов. Она уникальна её положением. Но она сейчас с этого положения выскакивает. Её место было самое низкое в мире. Вот светлая планета, даже серая и тёмная, по разумности живущих на этих планете, делитесь ли. Она была в самом низу светлых планет. И вот здесь было всё. И только настоящие боги-творцы здесь проходили учёбу. И люди, которые сюда пришли, с очень мощным духом, но забыли об этом, многие забыли об этом. Игорь из Ютуба написал, почему в современном мире столько много сатанинских игр, во что играют дети. Сатанизм также распространяется по стране под разными предлогами. И как с ним бороться? Бороться, в принципе, это опять будет какая-то агрессия. Надо жить своей жизнью. Вот осознал, понял, но не делай это. Начни с себя, в своей семье, играй с своими детьми правильно. Всё. Чего поддерживать? Вот всех их надо принять. Если ты будешь их ругать, бороться, ты им давать будешь эту негативную, низковибрационную силу. Они будут крепчать. И объединяться ещё сильнее, и придумывать всякие пакости, которые сейчас ещё нет. На мой взгляд, надо понять, что происходит. Вот здесь Игорь написал, что появляются игры сатанинские. Во что играют дети? Мне кажется, в любом вопросе всегда есть ответ. У меня вопрос. А почему они играют в эти игры? Почему они не играют в другие игры? Где родители, которые бы начали играть со своими детьми? Где старшие братья и сёстры, которые начали бы играть со своими братьями и сёстрами младшими? Где те преподаватели, учителя, наставники, которые бы показали, как жить на этой земле маленьким детям, которых бы научили правильно играть, которым дали бы какое-то направление более правильное? Мы можем постоянно задавать вопросы каким-то сильным, в кавычках, мира сего, которые часто по телевизору проводят какие-то встречи с людьми, там целые очереди выстраиваются, что вопросы задавайте. Вот у нас вот это плохо, вот у нас вот это нехорошо, ой, умираем, ой, задушили и так далее. А вы-то где? Вы что делаете? Ну, вернёмся. Почему тогда мы сами, если нас это задевает, не предлагаем что-то своё? Без святого места пусто не бывает. Если вы не предлагаете что-то доброе, найдётся другой, который что-то предложит. Вопрос — а кто этот, кто предложит? И второй вопрос — что он предложит? Если вы своих детей, братьев, сестёр, отцов, матерей, бабушек, дедушек предлагаете, так вот добровольно отдаёте в руки кому-то, то что вы тогда ждёте? Какого счастья вы ждёте? Какого конца сатанизма вы ждёте? Просто сейчас здесь у вас появилась возможность у всех что-то начинать делать. Не просто начинать, а делать постоянно и жить постоянно. Вот и всё. И тогда не нужны будут эти вопросы. Всё будет происходить так, как надо нам. Вот я хорошо помню, как мои старшие братья играли, как я к ним подключился. Вот этого интернета не было. Все интернетовские игры, конечно, надо вообще исключить. Надо играть на природе. Вот как только снег сходит, мы уже на лужайках босиком начинали играть в 50-е годы. Так крепкие, здоровые были дети. Хотя и еды было очень мало. И в проголодь жили. Потому что после войны эта проблема была, великая проблема. Но мы были счастливы и здоровы. Из-за того, что всё время контакт с природой, с землёй, она нам силу даёт. А теперь, если уж хотите, как играть, наберите славянские игры. Сейчас в интернете море этой информации. Возьмите, почувствуйте, какие игры играть надо. Если сами не помните, откройте интернет, сейчас всё там есть. Это благое дело, опять же, с позиции интернета. А интернет, он забирает силу. Ком, снега, грязи, пью. Тр, трижды пьющий силу наш. И вот выскакивает оттуда, дергаешься. Люди уже, эти детишки, они уже без этого жить не могут. Это как воздух. Так вот, лишите их компьютерных игр, прежде всего. Сделайте это шаг. Игры там интересных, много славянских. Изначальных, чур и пращеров наших. А сейчас я хотела что-то. Ты помнишь, в своё время шпилька горела? Ну, Станкинская башня. Да. И там почти неделю она не вещала. Так счастье было, люди на улицу вышли. Соседи вдруг узнали, что у них соседи живут на лечественной клетке и в доме. Улицы наполнились в вечернее время. И люди ходили, семьями гуляли, общались, разговаривали. Сказали, как здорово, как классно. И это говорили в открытую. Как классно. А это же ещё летом произошло. Как здорово мы друг друга теперь можем глаза видеть, мы можем общаться. Самое интересное, как только шпильку подлечили, заменили эти сгоревшие кабели, всё. И сразу вот эти восторженные разговоры, как здорово, они куда-то делись. Опять все сели перед зомбоящиками, перед голубыми экранами. И стали этим опять себе наслаждаться. И вспоминать, как же было здорово, когда эта шпилька не вещала. Это Кащеева игла. Не будем продолжать дальше, кто что должен сделать. Где тот Иван Царевич? А то скажут, Владимир Николаевич призывает нас. Дальше Володя из Ютуба пишет. «Ванга говорила о какой-то новой религии, которая образуется в России. На каком основании, базе эта религия будет образована? Христианство, ислам, буддизм, рода Божия?» Никакой религии. Будут веды. Веды природы, веды космоса, веды людей. И жить по-вели. Жить в гармонии. Всё. Идём дальше. Об этом говорила Ванга. Я думаю, слово «религия» напоминало в том смысле, который ей был известен. Потому что всё-таки очень часто меня спрашивают, а вот почему вот тот святой, он же там жил совершенно по-другому, а почему он употреблял вот эти слова? Говорит, да потому что он находился в этой взаимосвязи, он воспитывался в ней, ничего другого не знал. И поэтому он подбирал те слова, которые были ему известны и не более того. Но если вы прислушаетесь к тому, что он говорил, прочтёте то, что он говорил, не искажённые уже, не переписанные, а то, что вот из древности к нам пришло, вы поймёте, о чём он говорил. Там слово «религия» была уже вставлена позже. Поэтому я предполагаю, что Ванга слово «религия» употребляла именно как нечто вот духовное, что-то душевное, объединяющее с богами и не более того. Не та религия, о которой мы сейчас говорим. Веду надо писать, опять же, с ять. Тогда будет понятно, что такое веда. Потому что всё определяет, вот всё мироустройство устроено на информационно-силовом обмене, вот на этих потоках. А вот эта ять, она определяет взаимодействие небесных и земных структур через информационно-силовые потоки. И где не прохождение потоков, там проблема. Поэтому по ведаму мы жили. А тогда определимся, что такое религия. Ре – реставрация, лига, общество. С корыстной целью. С какой-то определённой целью. Кому-то это надо было. Как говорил Сталин, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Но если дословно переводить, ре – это повтор, реконструкция, репет – это повтор. Есть конструкция, есть реконструкция. Есть повтор, есть дополнительный повтор. Карна, реинкарна, реинкарнация и так далее. Лига – это связь, связующая линия. Вот в музыке есть такой термин «играй легата», то есть «играй связано». Есть лига наций, то есть связывающая, объединяющая нации. Поэтому если мы берём религия, это повторная связь с чем-то высшим, как нам говорят. Как нам говорят. Уточнение одно. То есть повторная связь. вопрос, кто кого соединил, с какой целью, с кем соединил. И если вы начнёте задавать эти вопросы и смотреть внимательно за происходящим, вы поймёте, с какой целью кто кого соединил. И вы ужаснётесь тому, что произошло с вами. Идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Владимир Николаевич, переведи по своему разумению слова «Убеждать плохой слава». Благодарю. Да, и вопросов больше не принимаем, потому что время остаётся мало. У нас ещё много вопросов. Так, плохой. Вот П и 2, после П согласна вначале, обычно вставляет Ер, это краткое О. То есть по лоху, по лоху, по это направление движения. Отсюда лох, это несобранный, неорганизованный, но, например, лохмотья, лохматый. Вот когда непричесанный, значит информация у тебя идёт такая, неорганизованная. Поэтому ты не можешь собраться, поэтому тебя легко обмануть. Лохмотья – это такая же сила через одежду приходит. С дырками ходят люди, да? Ну вот, теряет силы любая дырка на одежде, это утекает сила. И вот ещё всякие весульки делают, снизу рваные. Отсюда распределение неорганизованной информации, сила идёт информация, она неорганизованная. Я поэтому по лоху, плохой. Ещё какое слово? Так, ещё какое слово. Там было убеждать, плохой, слава. Плохой ты разобрал, убеждать. Слава, ну я так убеждать. Слава, всё лава. Лава – поток. Вот наши щурые пращивали, славили богов. То есть организовывали этот поток между собой и богом. И обменились этот поток. Это слава. Убеждать. Спереди – это всегда приближение у чего-то, у стола, и так далее. Вот, беждение, бежать, беждение, да? Сейчас буду думать. Потому что могуч наш язык. Но у всегда это не то, что на самом деле. Вот если у нас было правление, поравеление, веление божественное, да? Поравеление, веление божественное. Так и было правление колхоза, допустим. А теперь пишут, управа, даже не управление, не управление, а управа. Два же искажения. У – это, возле этого управления божественное. Вот. Поэтому убеждение, оно неверное. И вообще я подвергаю сомнению все слова, которые начинаются с гласной. Потому что великие исследователи нашего языка доказали, что наш язык был слоговый, и слоги были открытые. То есть согласное и гласное. Я все слова эти подвергаю сомнению, которое начинается с согласной. Поэтому я даже дальше разбираться. Божественное бытие – Б. Ну, опять же, это слог, если он слоговый был, это великое дело. Но возле него, у спереди, возле божественного бытия, Ж. Жизнь дающая. А Т с мягким знаком, как правило, иметь. Вот всегда все слова почти с Т с мягким знаком, с Ель. Это означает иметь. Ну и поразмышляй сам. Дальше. Валентина Запрудина. Реплика из Ютуба. Религия – это обман. Любая мировосприятие – вот наша религия, в кавычках. Вот слово «восприятие» об этом и говорит. Только З поставь целый «восприятие». Вот ты принимаешь все. Целый «восприятие». Это тоже появилось в восемнадцатом году, директива 804 с буквой «С». Да? Игорь из Ютуба. Что такое круг жизни и почему наша жизнь развивается и идет какими-то циклами, периодами, и снова все повторяется, как в компьютерной игре? Так мироустройство устроено все. Идет по спирали. То есть все возвращается вроде бы в источник, но с другими качествами и с другими параметрами. Но все возвращается. Как и все возвращается к истоку. Поэтому так мир устроен, так идет развитие, виток. И этот цикл – это тоже виток. И все циклично. Игорь, как разбудить в людях их дух? Чтобы я не говорил, мало кто понимает. И мне говорят, ты с этими мыслями поосторожней, поосторожней. Почему мы должны скрываться и утаиваться, а паразиты жить и творить, вернее так, и говорить открыто? Игорь, я хочу поделиться своим опытом. Два года назад я свободно вот так общался, даже на пять минут в машинке сяду. Люди агрессивно воспринимали и предупреждали меня. Сейчас изменилась ситуация коренным образом. Сейчас изменилось. Сяду в метро с тем рядом, все равно найду предлог, какой не буду поговорить. Все, люди открыты. Тебя предупреждали, когда ты в маршрутке два года назад ехал. Каким образом? Сейчас мужик тебя отсюда выкинем, да? Да, покруче. Поосторожней ты, а то говорит, еще что-то у нас тут крутые ребята, вот особенно с южных республик. А сейчас они мне руку подают, встречают, кланяются. Вот и все. А предлог находишь, познакомишься как? Девушка, давайте поговорим? Нет, разные причины. Да, любой, я не знаю, у меня это легко происходит. Что-нибудь увижу, что-нибудь спрошу. Когда наблюдаю другой человек, пытаюсь, что-нибудь не получается. Даже такие вещи провожу. Вот, вижу, как дитя заходит в метро, в вагон. Все ему улыбаются, он улыбается, все ему улыбаются. Я также решил зайти. Ну, зашел. Все глаза отворачивает. На, кому по-первыхому место было, сел, нашел. Тему поговорить. Все нормально. Там тема очень много, на любые. По одежде, что она читает, что я в руках держу. Вот, как-то что-то так, как сидим. Но если сидит девушка в брюках, ноги шире плеч, нормально? Кому-то да. Даже мужчине это ненормально. И вот такие вещи, я не осуждаю, а просто говорю. Вот нравится нам так сидеть, нет? Нет, не нравится. О чем мы так сидим? Это ежедневный быт, но сейчас все изменилось. За два года очень резко все изменилось. Хорошо. Игорь, понял, все изменилось. Разговаривай. Так, дальше. Дальше. Виталий Микеров. Реплика в эфир. Ну, если человек родился в белые ночи, то есть в светлые ночи, то разве это плохо? Конечно, нет. Тут еще не забывайте, что вы боги. Когда мужчина и женщина запланировали дитё и решили творить, не случайный попал, случайная сущность, и случайное время, хотя все не случайно, душу выбирают родители. Вот, это тоже учитывается. Но, примесь какая с этой душой пойдет, в каком пространстве она пойдет? Она же пойдет в какое-то пространство. В светлое время? Ну, хорошо, ура. А вот то, что, если там солнца, нет солнца, а свет-то есть, свет хороший, чистый свет. Ну, все нормально. Вперед. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Лично я так соображаю. Какие мысли, какую энергетику, силовой каркас, слова вкладываешь, тем действием они и обладают. Другими словами, нет такого слова, которое нельзя было бы прославить, либо его очернить и замарать. А какое твое мнение, Владимир Николаевич? Благодарю. Творцы тем отличаются от творцов, что они выбирают созидательные, положительные образы. Если другая категория, им нравится и по вибрациям созвучно совершенно другое. Поэтому надо выбирать, если, допустим, у каждой буквы образов много. Если буковка «Л» — это «Люди», это и «Лад», и «Лад», и всё, что угодно, всё, что начинается с этой буквы, так ты выбирай нужное слово и творящее, созидающее, такое творение, от которого всем хорошо, и людям, и природе, и Богу. Вот и всё. И всё-таки я думаю, что велик и могуч славянский язык, в частности русский, и есть слова, которые невозможно замарать. Например, слово «свет», «солнце», «любовь». Конечно. Вот. Понятия, конечно, можно разные вставлять. Например, «свет» — какого-нибудь там бандитского мира. Придумать можно что угодно, но получится ли замарать само слово «свет». Любовь — собачек под забором. Тоже я слышал такое. Но возможно ли само понятие «любовь» или состояние любви, которое человеку и Богам свойственно замарать, я думаю, нет. Люди просто используют слова, не понимая их смысла, не понимая образности. Это проблема людей, но не проблема слов. И в каждом слове заложены определённые свои, если хотите, вибрации, своя сила. И какое слово вы произносите, то вы получаете. А если вы ещё правильный образ вместе с этим словом произносите, то есть образ и слово совпадают вместе в этот мир, они вылетают из вас, то в этом случае всё усиливается. Что дали, то и получили. Бывает, когда образ закладываете один, а слово другое, непротивоположное. Каким-то образом это гасится, каким-то образом это не срабатывает. А так вообще, если вы правильно мыслите, если вы правильно создаёте образы и правильные слова, в этом случае всё получается так, как им надо. Поэтому становитесь просто человеками, вот и всё, мыслящими. Хочу добавить, потому что если человек испытал любовь и знает, что это такое, тогда никогда ему будет противно слушать западные фильмы, где говорят, пошли заниматься любовью. Ему это будет неприемлемо, потому что это высочайшее чувство, когда ты просто летаешь, когда у тебя силы, не спится, силы на всём море. Ты подключился к божественному потоку в этом случае. Вот. Это поток любви. И такие мысли не придут. И ты можешь чувствовать, видеть, где-то пытается, а загрязнить, но это не будет прилипать. К тебе это никогда не прилипнет. Далее. Игорь из Ютуба. Государство, деньги, банковская система и многое другое это сатанинский план уничтожения и подавления людей. Но могут ли люди вернуть потерянный рай, свой язык, алфавит, культуру и ведическую веру? Не сомневайся, так и будет. Как ты вот решишь, так и будет. Делай у себя. Изучай язык, восстанавливай культуру, восстанавливай игры наши, хороводы. Всё, так и будет. Ты тогда будешь служить Руси и будешь щуром и пращуром служить. Потому что через язык ты восстановишь культуру, через культуру восстановишь народ, а народ восстановит державу. очень часто сейчас слышно от других людей следующую фразу «А что от нас зависит?» Ну вот помойку кто-то организовал под окнами, воняет, окна невозможно открыть, они сидят, задыхаются, жалуются, их посылают на три весёлых буквы, типа «сходите в душ», а они это «Ай, ай, ох» и друг другу там «Ну что от нас зависит?» Ничего же не зависит. Или сделали что-то не так, прислали там увеличение налогов или что-то ещё, бензин подорожал, продукты подорожали, да мало ли что. И вот они друг другу жалуются, пишут разным высоким дядям и всё время говорят «Ну а что от нас зависит?» Так вот до тех пор, пока вы считаете, что от вас ничего не зависит, так оно и будет. От вас ничего не будет зависеть. И вы тогда будете, как скот, жаловаться, что вам не доложили травки, что вас вовремя, может быть, не напоили, может быть, ваш свинарник или ваш хлев не до конца утеплён, может быть, навоз оттуда долго не убирали. Да мало ли что. Это удел, в общем-то, рабов. Это удел тех, кто не является человеком. Наша задача становиться человече, а потом азом. Вот если вы это понимаете, тогда жаловаться перестаём и начинаем просто делать. Что делать? Мы уже много раз говорили. Начните правильно мыслить. Поймите, кто вы, до чего вы. Делать – это не означает идти в какую-то партию. Делать – это не значит лезть на баррикады. Делать – это не значит кого-то грохнуть или что-то ещё. Мы говорим про то, что будет менять мир. Менять. А менять можно тогда, когда хозяин появляется в этом мире. Хозяин и тот, который тему в голове имеет, у кого царь в голове включился. Идём дальше. Можно ещё тоже, да? Да, говори. Я уже говорил, один в поле войн. Это сейчас. Нам умышленно внедрили это пословище такое нехорошее. Сейчас один в поле войн. Значит, реально, вот тот пустячок, который, что-то там под окном не нравится, тоже элементарно просто. Найди, кто это сделал. Если самое лёгкое взял, убрал, да и всё. А если там уже что-то, колья набили, что-то там посадили, да не так, и вот это вот такая вонь идёт, вот, или ещё что-то там сотворили, тогда уже, потому что если уберёшь, они опять постановят. Находишь человека, начинаешь с ним разговаривать. Уважай его. Если ты придёшь с агрессией, ничего не получишь. Ты получишь агрессию. Ты подойди с уважением к нему и попытаюсь объяснить. Он не понял. Собирай народ. Через коллектив лучше доходит. Это точно. Раз, три-четыре человека, единомышленника по этому вопросу собрал, пришли и шили. Помогли ему убрать, если он не хочет. Ну, всё это нормально. Хорошо. У нас сегодня прям Игорь активный, очень много вопросов выдаёт и реплики. Иногда я вижу нелюдей, бесов, но не всегда. В большинстве своём я их чувствую, но и они чувствуют меня. Я знаю все их секреты, воздействия, но всё же спрошу, как мне лучше противостоять им. мир управляется через страх. Есть два основных чувства, любовь и страх, все остальные производные. Так вот, эта вот матрица, система, в которой мы живём, она нас загнала в страх, мы боимся всё. Особенно русский человек. Вот я, когда первые разы появлялся за границей, с мира капитала они спокойно входят в любую дверь. А мы заглядываем, можно туда, не можно. Во, как нас во время натренировали, во время материализма в стране нашей. Пора этот страх снимать. Снимать. И если за тобой правда, в правде сила. Да, где правда, там Бог, а где Бог, там сила. Андрей Петряев, реплика в эфир. Тот случай, когда слушаешь и оторваться не можешь. Удивительный сказитель и его знания. Премного благодарю. Ура! Благодарю. Ура! Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ну, если человек отдаёт силу кому-то, разве это плохо? Главная цель этого явления, главная цель этого явления, человек рождается, а дальше, какой дорогой пойдёт человек в Божественный мир или в демонический мир, дело самого человека. Я стремился не повторять об этих вещах, я говорил на той встрече. Вот. Когда ты делаешь с любовью от твоих дел всем хорошо, людям, природе и Богу, тогда тебе с лихвой творец вернёт эту силу, с лихвой. но когда ты разрушаешь, тогда тебе эта сила не придёт. Ты дважды эту силу теряешь. Во-первых, отправляя силу на разрушение, а потом то, что сам себя разрушил, когда сформировал эту силу, ещё надо себя восстановить, а творец себе этой силы не даст. Ну, вот, например, так. Так, голос, реплика из Ютуба. Православие – это древняя ведическая культура славянского народа, утверждающего диктатуру совести как главный закон жизни. Ну, вот, православие возникло в 1943 году по указу Сталина. Только. О чём вы говорите? До этого было правоверное. так веру-то опять надо сиять писать. Веда не ра. Тогда это, получается, опять же, понимание, вот это, опять же, веда. Насколько я понимаю, голос, кто задал этот вопрос, он имел в виду древнее православие, которое было дохристианское. А, ну, это я понял. Сейчас. Дело в том, что наши щуры и пращуры славили правь, мир богов. А боги жили в этом мире. Ибо конкретно богов славили, значит, они правили славь. Поэтому православие, славили правь, право. И только вот на этом основе это вот такое было, да, миллионы лет шире, так наши щуры и пращуры. И никаких религий. И никаких нытиков и просьб. вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Как гадалки могут изменить план Творца Вселенского Разума? Это просто не их уровень, ведь линии на руке появляются у человека на 10-12 неделе в утробе матери посредством токов, исходящих из внешней среды. И ученым данный случай малоизучен и объяснен. По тем сведениям, которые передают староверы, богинями доли и недолей сплетены нити судьбы человека. Так как гадалки, медиумы и прочие существа мира яви могут переплюнуть, исказить божественное предназначение каждого конкретного человека и поясни будь добр твое толкование слово судьба благодарю. Я тоже к этой судьбе думал, даже если бы не было, я бы вернулся к судьбе. Судьба не есть что-то закостенелое. Мы своими мыслями, каждой мыслью мы вносим эту информацию в ДНК и ДНК записывает и управляет нами. А вот гадание это внесение программы. Особенно когда ты это принимаешь, мало то еще и просишь, хочешь что-то узнать. Тебе внесли программу в твою ДНК. Причем очень мощную программу, которая исполняется. Значит, вот в этом направлении я просто рекомендую почитать книгу Энеология Виктора Рогожкина. Сейчас я долго буду объяснить, рассказывайте вещи, а вот эта настольная книга должна быть для понимания тонкого мира и что происходит у нас. Я у него эти вещи взял. мне его мысли очень интересные, я импонирую, то есть меня радуют они. Поэтому я поделился из его статьи последней, дополнение к его книге. Вот эта книга Энеология. Логос это наука, энерго, информационный обмен, энерго. Андрей Петряев в эфир. Владимир Николаевич, как быть с многочисленными половыми связями женщин до рождения ребёнка? Означает ли это, что у новорожденного много отцов? Это приведёт к вырождению родов через поколение? Ну, правильно ты говоришь, потому что все поля, особенно мощные пропитка или вшивка идёт поле первого мужчины. Да, и первый ребёнок очень возможно похож на него. Единственное, что всё преобразует силы любви. Даже это можно исправить, но это должна быть высочайшей любовь друг другу. Любовь всё трансформирует. Если удастся вот такое сделать, то ура. А так, да, поэтому идёт новорождение совершенно точно. И ты будешь воспитывать чужого дитя, новотелегония что рассказывать, это много информации всякой. Это направлено, матрица системы это и делается, чтобы мы глупели, чтобы у нас не было ни сила разума, ни силы духа в нас отсутствовало. Это умышленно навязывается. Небольшую такую заметочку от себя расскажу. Зашёл как-то на рынок и смотрю, продаёт знакомый таджик сухофрукты. До этого знакомый почему? Потому что по совести всё продаёт, всё хорошо, замечательно, мы с ним как ты разговариваешь, тебе кланяются, примерно то же самое со мной там происходит. И смотрю, с ним стоит рядом мальчик, лицо один к одному, вообще один к одному. Я задаю ему вопрос, твой сын? Он говорит, мой сын. Говорю, прям как две капли воды. Он говорит, сынок, иди погуляй, мы тут взрослый разговор сейчас с дядей начнём. Он хорошо говорит, по-русски такой умный таджик, начитанный, замечательно, светлое лицо, видимо там потомок расы, не просто такой таджик, не тёмненький, светлый. И он говорит, у нас, у таджиков из моего рода принято в жёны брать девственницу. Дальше внимание, потому что первый мужчина в жизни женщины оставляет свой след на всю жизнь. И все дети будут идти от этого мужчины. Ни на что не напоминает, нет? Вот. Я ему говорю, ты знаешь, в русских это тоже было, но почему-то сейчас таджики это помнят, а русские это забыли. Но как забудешь, если, допустим, в Сибири есть девчата, а нет мужиков, выходит за китайцев. И таких примеров много. нету мужиков. Потому что вот это, то, что творится, прежде всего гибнут мужики. У них ответственность за воспитание детей, и вот эта их ответственность губит окончательно. И не находят они выхода и уходят из жизни. А девчата остаются, им природа наградила большей выживаемости, они остаются. И что им делать? Вот так вот нас загнали. И это на протяжении буквально 25 лет. С 91-го года. А ты не знаешь, что делать в таких случаях? Что? Я знаю. Ну что? Что девчатам делать? Ну вот в такие тяжелые годины разрешалось многоженство. Большим делом. Тогда пусть двух-трех девчат берет и рожает детей, восстанавливает рода. Всегда это было в результате войн, каких-то дичайших катаклизмов, где опять же защищая рода гибли мужики. Мало того, и такое было, что если брат погиб, то другой брат живет с двумя женщинами. И это противопоказано вроде бы по теперешнему духу. но когда уже крайний случай происходит, то вот есть запасной вариант. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Володи. Каково строение нашей Вселенной? Что сказители расскажут о теории плоской Земли, полой Земли, то есть плоской Земли и полой Земли? Как устроена наша Солнечная система? Я планировал это на следующей встрече рассказывать. Распланировал, давай тогда не будем сейчас затрогать. Ждите следующей встречи, расскажем. Реплика эфира из Ютуба от Виталия Микерова. «Ведь у любой матери есть энергия сила, а энергию очень трудно вывести из организма человека». Ты что-нибудь понял? Я понял. Опять же, один из принципов мироустройства. Не забывай, куда мысль, туда сила. Это две неразрывные сестры, а мысль это твоя прерогатива, ты ей управляешь. Поэтому мысль ты можешь перенаправить любую силу, потому что над тебе подчиняется твоя мысль, а за мысль идет сила. Володя из Ютуба. «Обезьяны это выродившиеся люди? На земле инволюция?» Ну, скорее всего, да. Они стали без мужской силы. Без яна. Без яна. Скорее всего, да. Так и есть. Хотя, мне кажется, необязательно доходить до состояния обезьяны. Можно вокруг внимательно посмотреть и по делам опознать, на уровне ли обезьяны находится человекообразное существо, или все-таки на человеческом уровне. Кто он? Человек или уже нежить? или еще нежить, но стремиться к человеку? Поэтому у нас как-то так на обезьян напрыгнули очень резко обижаемый обезьян, а некоторые из них живут как нормально, все хорошо у них, здорово. А мы будучи в человеческих телах, имея человеческий облик, порой и до уровня обезьян не достаем. Так вот в этом ключе мы даже в многих вещах ниже насекомого. Простой пример. Насекомые не будут кушать гемовый продукт, а мы не различаем, мы не понимаем. Настолько у нас уничтожили нашу чуйку. Природные животные, они живут по естеству, по инстинктам, они живут в природе, и у них все замечательно, пока не вклинивается человек. Дисгармонию вводит человек, не человек нелюч. Человек это не сделает. Да. Алекс из Ютуба. Вопрос. Привет бородачам. Привет, Алекс. Был вегетарианцем почти три года и крайне надоело все это дело. Начал опять есть мясо порядка месяца назад. Чувствовать стал себя лучше. Как мотивировать себя? вегетарианить. Как мотивировать себя вегетарианить? Не надо слишком цепляться, надо чувствовать, что тебе хорошо. Ну и понимать, кто это хочет, кто там хочет. Когда я это делал, мне было проблематично, видишь, каком я уже возрасте, молодым людям проще, мне уже было проблематичнее, потому что у меня больше паразитов, которые требуют мертвую пищу, уже привычки все остальные. Но я хочу сказать, что у меня вес 68 был килограмм на протяжении лет 40, а то и больше. И вот я когда перешел, я дошел до 58. Но мне это хорошо, сил у меня много, я же чувствую это. А вес теряет. Ну я не обращаю внимания. Где-то года через полтора начал расти, сейчас 64. Но самочувствие, сил больше. Вот это я свой опыт констатирую. Конечно, в городе Крупном так очень трудно, поэтому особо зацикливаться не следует. Куда-то я в гости прихожу, я проблемы не устраиваю. Выберу, чего могу есть, что есть, то и поем. Если есть, а если ничего не значит ем то, что хозяева едят. Я не зацикливаюсь. Поэтому создавать себе проблемы не нужно. Как чувствуешь, так и действуй. Как там говорил Карлсон? Эх, попадешь к вам в дом, научишь есть всякую гадость. А я думаю, Алексей, проблем-то здесь никакой нет на самом деле. Не пасе, хочется кушать мясо или хочется твоим внутренностям, которые у тебя внутри, в твоих внутренностях живут, кушать мясо. Ну что ж, значит, так надо кому-то. на самом деле я согласен с Владимиром, что, наверное, на первом этапе надо понять, кому это надо. А вообще, я так заметил по жизни, что на воле никогда ничего нельзя делать. Нельзя на воле бросать пить, нельзя на воле бросать курить, нельзя на воле заставить себя любить кого-то, нельзя на воле заставить себя делать зарядку или что-то такое важное. На воле нельзя это делать. Заставить можно. Да, заставить можно. Какое-то время что-то будет происходить. Но генератор воли иногда заканчивается. И потом происходит очень серьёзный срыв. Всё равно что резинку так натягивает, натягивает. И отпустите, и конечно, бабах, и полетел. И потом так, что это мне так хорошо-то? Поэтому это не наш метод. Наш метод через осознание и понимание. Вот это наш метод. Если вы осознаёте и понимаете, то в этом случае вас не надо будет заставлять перестать себе тыкать вилкой в глаз, резать себе руку ножом. Ну не надо будет заставлять себя это делать. Это просто будет естественно. Я не тычу себе вилкой в глаз. Я не режу себе руку ножом. И не рублю себе голову топором. Потому что мне это не надо. Я осознаю, что мне это не надо. И ты мне деньги давай. Я не буду себе глаз выкалывать, резать руку или рубить себе голову. потому что мне это не надо. Моё сознание, понимание, осознание говорит, этого тебе не надо. То же самое с наркотиками, с любыми, то же самое с какими-то делами. Когда тебе это не надо, ты это не делаешь, просто не делаешь. И из-за того, что есть, ты выбираешь для себя лучшее. Вот и всё. Пришёл в гости к кому-то, смотришь, есть еда вот такая-такая. И твой организм тебе говорит, не глисты твои, а твой организм говорит, вот это, пожалуй, для меня будет полезно. Взял, поел. Тут, например, чувствует организм, что жиров не хватает. Ну, взял, жира съел, да? Тут тебе не хватает витамина В, взял, это съел. А потом чувствуешь, надо там живот просто чем-то таким набить. Ну, взял, вот это съел. А если вообще этого ничего нет? Ну, как говорят, на безрыбье рак щука, да? Ну, что же делать? Выживать-то надо. Поэтому никогда себя не надо заставлять. Надо всегда просто подумать, зачем мне это счастье нужно. Вот и всё. И медленно-медленно. Вот я в конечном итоге, когда кашу, допустим, ем, то ел с маслом животным от корови, да? Со сливочным. А сейчас перешёл на растительное масло. И знаешь, мне больше нравится. Тоже сам кашку растительное масло. Но масло хорошее, доверяешь, кому берёшь и знать должен. Потому что сейчас рафинированное масло превратили нас в яд. Самое настоящее, уничтожающее нас яд. Надо ещё помнить, что та живность, которая внутри нас живёт, она привыкла к какому-то образу жизни. Если мы очень долгое время употребляли что-то такое мёртвое, то в этом случае и всё, что у нас живёт, бактерии какие-то, червячки, а может и жучки, грибки какие-то, они привыкли это перерабатывать. И там целые колонии, которые всё это перерабатывают. Они до поры до времени нам помогают от этой трупятины избивляться, помогают от этого это всё перерабатывать. А потом вдруг вы решили резко перейти на какое-то там другое питание. А флора и фауна-то у вас, она не готова к этому. И она говорит, алё, хозяин, мы это не готовы переваривать, ты нам вот это давай. И начинает тебе меню тыкать пальчиками, говорит, сегодня шашлычок, завтра это, после и так далее. А если всё происходит плавненько, с добавлением, увеличением растительной пищи, живой причём рациона, плюс идёт чистка организма, которую необходимо, на мой взгляд, делать, то в этом случае тогда и переход на растительную пищу и живую пищу будет происходить менее болезненным и более естественным образом. Будет всё замечательно, всё хорошо. Учитывайте то, что сразу организм не может перестраиваться. Необходимо какое-то время для того, чтобы одни бактерии заменили другие бактерии, чтобы грибки поняли, что им сделать нечего, чтобы они ушли, чтобы товарищи аскориды, например, сказали, ой, как здесь нехорошо, а мы, пожалуй, пойдём к другому хозяину. Но как-то так. Так, читаем дальше. Реплика из Ютуба от Виталия Микерова. «Поэтому строим природные храмы. Храмы – это хранители мудрости. Храмы». Володя из Ютуба. «Как сказители относятся к истории? Сейчас множество людей рассказывают, что история фальшивая, насквозь. Например, Наполеон воевал вместе с Александром. А против кого они воевали? Ну, есть версия, что в Индии ходили, хотели пойти вместе. Но поэтому он пошёл на Москву, а не на Ленинград. Столицу того. Ну, тогда ещё не Ленинград всё-таки был. Пусть он потому пошёл туда, а не на Москву. Он на столицу. Если ему хочется захватить страну, он бы пошёл на столицу. Захватил власть, там и всё. И не надо никуда больше ходить. А он пошёл на Москву. Это вопрос. А ответы могут быть разные. Это верно. Самая лживая наука – это история. Это точно. Самая правильная история – в подземелье Ватикана. Отправляйтесь изучать. Если пустят. Да, если пустят. И вообще, ну, хозяин это пустят. Если вы не хозяин, то не пустят. Поэтому становитесь хозяинами. И вообще, у меня такое чёткое представление сложилось в своё время, что надо всё-таки вещи, какие-то понятия называть своими словами, своими именами. Наука – это то, что по уму, то, что вот оно есть, и это изменить нельзя. Вот светит солнышко – оно светит. Да, какие-то процессы у Солнца свои происходят, но они понятны, их можно измелить. Есть наука – математика, есть наука – физика. А когда мы говорим, что история – это наука, или экономика – это наука, ребята, вы о чём говорите? Какая может быть наука, история или экономика? Экономисты не могут предсказать ни одного явления, которое происходит в сфере финансов, кроме того, что у них в кармане делается. Вот как там товарищи из определённого контингента сужиного решат, так и будет. Нужно будет, чтобы доллар упал – упадёт. Нужно, чтобы евро выросло – вырастет, причём в какой-то определённой стране. Нужно, чтобы кризис развился вот на этой части земного шара – он разовьётся. Нужно, чтобы на той – там пойдёт. Нужно, чтобы биржи всё упали – упаёт. О какой науке вы говорите? Это зависит от того, как там пони какого-нибудь господина сбрыкнуло или не сбрыкнуло, попало там шлейф ей под хвост, а ты пони или не попал. То же самое и в истории. Зависит от того, кто какой ногой, чего там где-то написал. Не могут быть это науками. Этому можно обучаться, но это не науки. Этому можно научить, как медвежонка кататься на велосипеде или мартышку там дёргать за ручку, чтобы банан к ней выпадал. Но будет ли это наукой? Это будет учение, но не наука. Как-то вот так. Ну и само название опять же она определяет. Я полностью согласен, потому что ИСП массовое применение опять же с 10 октября 2018 года введено с реформой языка нашего. Было ИСП, и было понятно, из чего-то. А это из Торы. И наши щурьи и прачуи не понимали. И сейчас всё запрещено, что не соответствует Торе. Вот и всё просто. Какая-то наука. А глупости? Идём дальше. Ну нет, это не глупость. Это хорошо всё продумано. Поэтому глупости это не назовёшь. Глупость – это отражение тех, кто следует этому, называя это наукой. Вот это может быть глупость. А там всё очень продумано. Этому учиться. Кстати, вот этому надо учиться. Как сумели довести до этого, внедрить. Вот на этом, мне кажется, следует обратить внимание. Я больше скажу. Хотите исправить мир, берите протоколы сионских мадрецов и делайте наоборот. Владимир Николаевич, Вы призываете изучать запрещенную в России литературу. Ну, просите. Ирина Образцова. Реплика «Здравие». Люди добрые. Художественные способности, рисование, например, развивать нужно каждому или у кого есть на тот талант. Это может помочь в повседневной жизни? Или нужно искать своё предназначение? Ну, я ответила на вопрос. Конечно, нужно предназначение. Когда человек ощущает предназначение? Когда делается легко и с радостью. Без особых потугов. Когда напряжение, коряво и получается, это же не твоё, это же понятно, что не твоё. Поэтому для развития надо вот находить это. И также предназначение детям надо определять. Наблюдать, что они делают с радостью, и у них хорошо получается. Вот их и надо проверить их предназначение. Какие психологи не нужны? Наблюдай за ребёнком, и всё. И так же к себе отношусь. Если тебе это несёт радость, несёт радость другим, и твоё деяние. Так здорово, ура! Ведь ничего выше радости нет, когда ты видишь, что результат твоего труда приносит радость другим людям. Ну вот и смотрите. Ты знаешь, что я думаю? Есть предназначение, которое человек обязан выполнить. Есть рог понятия. По рогу он должен быть столеваром. Или кузнец. Или он должен делать воин. По рогу по-своему. По судьбе он может, как ты говорил, двигаться туда-сюда, вправо-влево. Тут он столевар, например, для бомб сталь варит, тут для брони сталь варит, а тут, например, для рельс. Ну, условно там, да? Условно. Конечно, это разные. Там сейчас меня металлисты засмеют, скажут, не знают ничего. Хотя. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что есть предназначение по жизни. А есть ещё такое понятие, как вкус, ощущение, чуйка. И есть некоторые искусства, хотя не совсем это наше слово, хотя, с другой стороны, от нас оно произошло, искусство всё-таки, да? Кусить, кусить, чтобы почувствовать искусство. Вот. То, наверное, я бы рекомендовал в любом случае детей, помимо главного призначения в жизни, ещё направлять на что-то доброе, развивать у них вкус, развивать у них какие-то стремления. И поэтому, если ребёнок даже, на первый взгляд, занимается мазнёй, как рисует неумело и коряво, это не его предназначение. Но он хотя бы понимает, как это происходит. Он хотя бы понимает работу с цветами. А как кисть краску берёт? А как краска ложится на бумагу или на холст? А что потом дальше происходит? Естественно, может быть, он художником не вырастет. Может, для Леонардо да Винчи из него не получится. Но, во всяком случае, он этот этап прошёл, это у него закрепилось, и в следующем воплощении вполне возможно. Он пройдёт быстрее то, что здесь набрал, и, может быть, в следующем воплощении у него будет рок стать художником великом. И тогда ему меньше придётся вот здесь вот колупаться в следующем воплощении, чтобы так кисточками там ляпки делать. А он сразу это перейдёт и сразу начнёт рисовать хорошо, потому что у него уже там есть запас. Поэтому вот тут я, наверное, ответил бы так. Есть предназначение по року, по жизни, и его необходимо выявить, как ты правильно сказал. Вот нравится ребёнку этим заниматься, свет идёт от его дела, получается, именно свет, не просто там голубям бошки отворачивать, ему нравится, да, там или давить кого-то. Нет, свет от этого идёт и вот это помогать ему развить. А есть параллельненько, рядышком, то, что необходимо ребёнку пройти, научиться чувствовать стих. Для чего? Рифма, сложение, да, и так далее. Слышать музыку, причём не просто хэви метал, этого сейчас добра навалом везде, а нашу родную, пробуждающую душу, родные инструменты, пение, владение голосом. Я когда занимаюсь с людьми, у меня все петь начинают. Все начинают петь, хотя говорят, там слон по ушам попрыгал. Ерунда. У меня все поют. Вот. И когда этот человек с детства понимает, он становится полноценной личностью, он становится человеком, потом челу величи и потом аз. А если где-то что-то упустил, вполне возможно, он до аза может и не добраться. Поэтому даже если мазня, даже если нравится, пускай, пускай занимается. не все станут Рембрандтами, но зато он это пройдет, и у него какой-то вкус, ощущения останутся. Мне вот так видится. Единственное, я согласен, мое мнение, у меня есть художники и живописцы, которые жизнь пишут и живу пишут. Вот. Айвазовский, он сколько, пять тысяч картин написал, написал, вот это живописец. И картины какие, какая отработка. А когда несколько мазов, у него пять картин в день, которые никому не нужны, вот это художник. От слова худо, да? Да. Нет. Я же говорю не то, чтобы, опять же, мы сказали по предназначению. Если мы говорим про иных народов, представителем которым ярко, на мой взгляд, является Малевич, и вот он рисует черные квадраты, и весь мир этот иной этими квадратами восхищается, нормальный человек подходит и говорит, и что? Что восхищаться-то? Вот нормальный человек этого не понимает. А они восхищаются. Ну, у них такое направление. Я же не про это говорил. Я говорил то, что нет предназначения быть художником. Он не станет художником. Он просто почувствует, что такое кисть, что такое краска, что такое бумага или холст. Он забудет это. И эти картиночки у него останутся как детские воспоминания, когда он скажет, вот это я в три нарисовал, вот в пять-шесть, а ты, мой детеныш, можешь нарисовать еще лучше, чем я. Посмотри, хотя бы он будет это ощущать. Он не будет черный квадрат рисовать. Он не будет там три мазка, три плевка и чудо какое-то получилось. Я с этим согласился, я только с названием от художника ушел. Да, художники нам не нужны. Слишком худо все это. Идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия, Алексей Владимирович. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что с перестройкой очень сильно ускорилась речь на телевидении. У дикторов и других это можно заметить по советским фильмам и передачам. Как это влияет на нас, человеков? Благодарю. Если бы такое не мышление было, а то скорость насчет стереотипных фраз. Только так. А если бы мысли тогда бы подбирали эти слова, они бы говорили поспокойнее, медленнее. И обучают их так говорить, а не как заведенные. И что можно говорить, что нельзя, а значит поток отсутствует. Божественный поток, они отсутствуют, они не в потоке. Поэтому идет не искреннее. Искры божеской нет там информации. Чего там в основном? Негатив, шаблон один, они выискивают. Этот шаблон их наработанный. А этот негатив нас разрушает. Опускает на низкие вибрации. Сейчас это особенно страшно. Нельзя такие передачи смотреть. Даже. Я думаю, что где-то вот так. Я думаю, что здесь все очень просто. Ничего личного, просто бизнес. Когда много надо чего сказать, приходится говорить очень быстро. Для того, чтобы много чего сказать. Вот и все. И вот они-то быстро отрабатывают, их учат быстро говорить. Но ты правильно сказал, что они-то говорят по теле вот этому суфлеру, который перед ними. и там быстро-быстро фразы мелькают. И ничего сложного нет, чтобы человека научить просто читать. Мыслить многие, может быть, и не умеют мыслить. Просто читают. Ну, чтецы-чтецы. Как артисты, которые произносят очень хорошо, красиво свою роль на сцене. А в жизни он как был, так и остался. Вот. Хоть он там Гамлета тысячу раз сыграл. Поэтому здесь все очень просто. Надо быстро говорить для того, чтобы много дать вам информации. Не знаний, не вестей, а именно информации. Вот реплика такая пришла. Вот ты про историю вспомнил здесь, да, на ночь глядя? И Гриша написал, хотя мы уже не принимаем реплики в эфир и вопросы, но все-таки. Доброго здравия насчет истории. Не стоит это слово пачкать и относить к торе. Это же просто искаженное слово истории, то есть истарины. Хорошо, принимаешь так, принимай. Это замечательно. А я думаю, знаешь, что я думаю, что здесь и то, и другое имеет место быть. Почему? Потому что если это из старины, то это наша проторенная история, прошлое. А если это выдумки, то это история. История. А если это наша история, я и так говорю, это история, исконь, история проторенная. прошлое и так далее. Поэтому и так, и так возможно. Вопрос, к чему ты это относишь? К ихнему история, к нашему. И это история, это целая наша проторенная история. Хочу добавить. Здесь вложен слово тор, источник силы. Великое слово наше, но ведь как обычная подмена. тор, трактор, статор, ротор, статор и так далее. Да, 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 да. Дальше ещё у нас несколько вопросов, будем заканчивать. Тимофей, вопрос в эфир. Имеет ли место случай в мире вибраций? Бывает ли случайный, случай, случайным, несчастный случай, это что? Совпадение стечения различных вибраций в скобочках обстоятельств в одной точке или проведения? Всё определяет причины следственной связи. Если кому-то на голову кирпич упал, значит, он должен был упасть. Другое не подойдёт в это время. И случайностей не бывает. Моя позиция чисто такая. Как-то объяснить эту вещь. Ну вот есть вселенский кон пищенно-следственной связи. Нужно было это пройти. Но есть предупреждение. Вот хранители есть у каждого. Медхранители у того, кто очень высокого духом пришёл. У тех медхранителей это человеки с большой буквой АСы. Вот. У них нет хранителей. хранители подают знаки. Иногда в критейших критических ситуациях, что ещё ты не выполнил предназначение, они тебя оттолкнут от этого дела. Так, какие знаки? Я это прошёл и стал уважать знаки. Я своей сестры делал веранду. Торопился это Свердловская область, а здесь приехал и делал веранду. И вот первую ночь просыпаюсь от жутких болей в пальце. Утром встаю, смотрю, никаких проблем нечего болит-то. Даже так от дикой боли. Вторую ночь то же самое. Просыпаюсь опять ничего. Ссую ногу в тапок, а там такой чёрный жук, откуда он взялся. Дальше погода, вот висящий дождь, он не льёт, а вот это стопроцентно влажность висящая. На мне выступил такой пот, никогда в своей жизни у меня такого пота не было. Крупные капли. любое дело я всегда с радостью начинал делать. всё это преодолел, отрезал палец на циркулярке. Я после этого знаки стал уважать. Это мне тоже урок. Ты каков. Так что прежде чем что-то случится, это мало того, причинно-следственные знаки, надо уважать знаки. Они идут в разной форме абсолютно. Даже непонятный человек открыл какую-то страницу и прочёл, это тебе нужно. Это подсказка, не просто ты её открыл в данный момент в этой книге. Прочёл, это тебе сейчас на данный момент нужен. Или завтра или послезавтра. И вот это надо уважать. Тогда случайностей не будет. Я думаю, что любое слово в себе содержит ответ, если правильно его разобрать. Слово луч это то, что движется прямо или поток какой-то, который вот здесь присутствует сейчас. И его как-то там можно пытаться изменить, но он виден, он понятен, он движется, в нём можно двигаться. Если по случаю, по лучу что-то совпало, оно не может быть не случайным, оно в луче. То есть два луча случились, вместе сошлись. Поэтому думайте сами, возможно ли не случайно что-то в этой жизни? В этой жизни всё получается случайно. Если вы с кем-то пересеклись другим лучом, вспышка, когда два луча пересекаются, такая вспышка происходит. Кто видел, как лазеры два работают? Вот это опять слово спрятали. здесь две приставки П и С их надо разделить по со-луч совместно с лучем, по направлению совместно с лучом, по со-луч. Две приставки, всё, мозги у нас набегли, мы не понимаем, что говорим. Да, то есть двигайтесь по лучу, и он двигается, бас, всё, вы в одном луче находите, в одном направлении. Ну как, всё в этом случае и случайно, и не случайно, как вы будете рассуждать. Как мы сейчас начинаем говорить, сон про не сон, да? Дальше. Виталий Микеров. Хорошо, когда между природой, богами, людьми и взаимосвязь, а вот какая она мощная, слабая, вопрос. Ошибка это основа для ушиба. «Зачем набивать шишки на лоб себе?» Елена из Ютуба реплика к реплике солнца выключить сверчка поясню, как поясняла её. Она имеет в виду сильный свист микрофона ведущего, когда Алексей говорит, то жуткий свист от его речей. Ты меня слышишь как, со свистом, без свиста? Так, от меня нет такого? Нету? Нет, всё же буква «С» высокая вибрация, действительно. Понятно. Немножко есть, немножко есть. Ладно. Я думал, что что-то другое, сверчок какой-то там завёлся. Ну ладно, идём дальше. Идём дальше. Виталий Микеров или Кефир. «Веда это светлое, где свет это огонь или сияющая мудрость, где это мудрость вода? Веда это связь огня и воды, это олицетворяет плодородие». Ну, всё говорит верно, потому что вода является мощнейшим хранителем информации, она есть во всём мироустройстве. Мы состоим минимум вот с возрастом 70%, а вот где наш кусок нейронов, там вообще 92%, а если меньше, то будет уже необратимый процессор разложения мозга будет. Поэтому этот компьютер организм сохраняет, если в пустыне, так он даже будет брать межклеточную жидкость, чтобы подпитывать, держать эту влажность, а в конечном итоге будет кровь туда тянуть, чтобы сохранить. Вот так он организм устроен. Поэтому она мощнейший хранитель информации, а раз эта информация, это нас преобразует, и этим мы пользуемся, и мир меняем, вот как первичное, как первичное, за ней идёт сила, и мы творим. Елена, 777, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, смотришь на старые фотографии, там лица у людей светлые, радостные, изнутри, сейчас улыбки внешние, почему пропала радость? Отняли природное естество у человека жить в гармонии с природой, цель превратить в рабов, а рабу не до радости, не до света изнутри, это мучение, это противостояние всегда, вот, и только лишь поэтому изменилось, просто изменился строй, возраз, значит, уже к истокам, всё возвращается к истоку, а истоку возвращаться не просто, это против течения, я опять я вспомнил ёжика в тумане, он упал в речку и на спинку и течёт, но хотя бы по течению то с веслами надо, так одному причалил берегу, понял, что тут не так, с веслом надо, а мы сейчас в основном течём по течению, и нас всё заставляет жить, течь по течению посредством страха, если ты не потесёшь, вот тебе денег, а если ты не понравишься, сейчас тебе электронные карты все сделаны, не понравишься, мы тебе отключим, всё, ты труп, ты ничего не купишь, никуда не поедешь, вот для этого уже электронная карта, для закабаления, откуда радость внутренней будет. Радость всегда есть в этой жизни, когда человек понимает, что он делает и для чего, и это, что он делает, для чего является хорошим, полезным его роду, ему самому и державе в целом. Если хотя бы один из этих компонентов слагающих по-нашему убрать, то в этом случае радость пропадает. Люди подсознательно очень часто чувствуют, что они занимаются чем-то не тем. А как можно испытывать радость, если там нету света, если там нету счастья, если там всё происходит натянуто. Отсюда натянуты эти деловые улыбки, покупатели пельщины и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы делаете по радости, когда вы делаете осознанно счастье, и это счастье, эта радость приносит добро вам, вашей семье, вашей державе, вашим родам, то всё сразу на место встаёт. А пока вы как белки в колесе, то и какая там радость. Анна Бондаренко, пригласите, пожалуйста, на скайп Виктора Рогожкина, центр ЭНИО, Ростов-на-Дону. Анна Бондаренко, кто нас слышит? Да с радостью. Приглашайте, будем общаться, будем делать интересные эфиры, если это необходимо державе. Призывайте, мы всегда поддержим. Кабальера Кабальера, вопрос, если вы помните своих прадедов, что они рассказывали, как они жили, какие события происходили, версия что-то поколение ничего не помнит? То, что мне сказал отец, я запомнил, и никакие книги, никакие образования мне не изменят, потому что я видел, это согласуется с ним, он этим жил, он искренен, он искренен. и у нас между родителями и детьми связь нету, защиты, вот все, что сказано когда-то, особенно, когда особо желаешь почувствовать что-то, хочешь узнать, тогда очень сильно ложится прямо сразу в твой ДНК, и никто из этого ничего не выбьет, и связь поколений, для того 6000 лет потребовалось для уничтожения родов, по родам вся информация передавалась, сейчас, когда у нас память включится, нам книги будут не нужны, мы всю информацию возьмем с рещевого леса, а это к этому идет, за счет повышения вибраций, с чистого поля даже возьмем космическую информацию, мы оттуда будем брать, книги нам не нужны, книги нам манипулируют, через книги нам и манипулируют, сейчас я бы называл за книги, не книги, а за книги, потому что книга это продвижение кона, а кона это встой порядок, раз это люди пишут и не понимают что означает слово, за это придется отвечать самому себе, что ты пишешь, вот с Алексеем мы же не просто так каждое слово пытаемся с двух сторон подойти, и вы подключили все, ведь тема это не русский язык, а видите как цепляет, потому что это основа восприятия мира, это наши космические коды ориентации во всем пространстве, поэтому идет цеплянь, как не изучая язык можно общаться, да никак, мы не поймем друг друга, и вот могущий язык с разных позиций, ура, что люди так говорят, или сомневаются, так говорят, но молодцы, вот сколько хороших, положительных примеров было, задают вопрос, но ведь там же и ответ весь, и я этому радуюсь, как здорово, что не тормозится все, все, процесс пошел неудержимый, возврат к истоку, не удержать с никакими силами, никакими силами, а исток это наша рода, вот, где мне отец жил, там деревенька была, там жили Артамоновы и Кривоноговы, все, я это посмотрел по метрическим книгам церковных, деревня, два рода жили, но они уже были разобщены, там уже был колхоз, до колхоза там еще были кулаки, хотя за Уралом не было крепостного права, там совершенно все другое, не просто так, что вот в 612 году пришли Москвы, очистили Москву и Сибири, то же самое произошло и в 41 году, пришли дивизии из Сибири, началось контрнаступление под Москвой, там мощнейшая сила духом люди, это радостно, что вот так, такие вопросы, что такие мысли идут, просто душа поет, благодарю всем, которые задают подобные вопросы, люди мыслищие, интересующие, нас информация меняет, не забывайте. Если уж про слова мы заговорили, то есть еще помимо восприятия, еще в ось приятия, ось, вот у тебя есть ось, ось мира, ось твоя, вот это, да, вот то, что позвонили, да, вот если в ось твою, то есть вот это все настроено, чпок, как вот пирамидка детская, так тык-тык-тык-тык, вот, то тогда все получается хорошо, замечательно, в ось приятия, и тоже слово вибрация, мне кажется, все-таки это уже искаженное очень сильно какое-то славянское слово вибрация, и оно у меня не отзывается, а вот слово колебания, это сразу заулыбался, это очень интересное слово, это и родовое слово, это слово основа, это слово, которое и матерные слова входят, колебания, вот сейчас сказал, кто это творение, это творение, кто знает, что это такое слово колебания, то поймут, что это такое, это и та самая вибрация все входит, и производство сюда входит, и от оси сюда выходит, и какая-то последовательность этого колебания намного более значительна, слово вибрация, иностранное слово, что вибрация, не знаю, что такое информация, не знаю молодец хоть смотри слова хорошего на может по русскому языку вот так поговорить тоже интересно ведь это вот мощность сила это когда ключи вот дать и потом сидеть и играться вот так это очень здорово так вот еб бытие божественное отсюда хлеб наши поэтому щур и пращура не называли тебя не горит я они говорили себя не говорили себя теперь драться мы забыли что такое драть себя пытаться пытать себя это они жили по пути и божественного этот слог не использовали лишний раз они не трогали потому что понимали что там мощнейший слог творения мало того и мало того я хотел это вообще делать отдельной передачи ну раз мы с тобой затронули это никуда не денешься вот женщины часто говорят я матом не ругаюсь да вы слова ребенок сколько раз произносите ну и же ребенок есть ребенок и дальше произносит да вот поэтому вы постоянно употребляет эти слова только надо понять что это не ругательное слово это не бранное это именно матерное слово мать мать порождение здесь да есть бранные слова набрание которые используются есть ругательные слова которые кого-то ругают поносят кого-то есть матерные слова вот каждое слово она просто так в русском языке не живет само по оно для чего-то нужно, поэтому если они есть, их надо употреблять точно так же, как ложку вы употребляете к обеду, топор вы употребляете не за столом, а где-нибудь, когда дровишки колете или что-то делаете дом, например, но то же самое здесь, все должно быть к своему месту, поэтому если вы употребляете просто так какие-то слова, вы разрушаете свой мир, а если к месту, то вы его усиливаете. Ну, в принципе, мы с тобой все так это слова озвучили, мы с тобой все уже, что необходимо, дали ответы, все прошли, я тут больше не вижу ничего, и у нас появилась возможность с тобой попрощаться с нашими радиослушателем и зрителями канала Ютуба, пожелать что-то доброе, вечное, красивое и хорошее, чтобы ты хотел, что ты скажешь, не хотел, а что ты, есть возможность сказать, что ты скажешь на прощание нашим зрителям, зрителям и слушателям. Друзья, мы живем чудное время, я счастлив, что живу в это время, я счастлив, что родился на территории Руси святой, я счастлив, что владею космическим языком, хотя извращенным, много раз кастрированным, но он остается самым мощным языком, это коды общения с космосом, с мироустройством. И по нашей сегодня тематике я вам просто желаю быть цельным всегда, целовеком быть всегда. Вот, и до АСа, даже АС нашей, то исказили. Почта, как пишется, собака, там же АС в чистом виде, АС, а говорим, собака. Это проделки, матрицы, системы для углубления нас. Вот это великое слово АС превратить в собаку. Поэтому нам, мы все должны это исправлять и видеть. Вот, хорошее средство, на руку резинку оденьте, вот для пакетов, для денег, да, чтобы руку плотненько было. Как произвел стереотипный фразы, не к месту, а тени, шлепни. И она здесь висит на руке, ну, что тут висит? А, экзекутор, а когда по вене бьет, это очень неприятно. Или что-то ляпнул к тому месту, тоже щелк себе. Ох, хороший воспитатель, вот учитель мощный. Так что, добра, радость, любви вам, дорогие слушатели. До встречи, если позволит Олег Сей. Олег Сей с радостью тебе не то, что позволит, Олег Сей тебя призовет. И чтобы поговорить с тобой еще на других. Да, 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 ты еще в призывном возрасте. Для того, чтобы поговорить на очень интересные, на мой взгляд, важные для державы темы и для людей. Мне же остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2017 года среда, по одному из старинных, 38-й день месяца ветров 7525 лета, четверик. В передаче мы говорили на тему «Целовечный человек». Говорили с Владимиром Николаевичем Артамоновым. «Благодарю тебя, благодарю тебе». Вот я постоянно говорю одно и то же «и тебя, и тебе». Нет, резинку я делать не буду. «И тебя, и тебе». И по-новому, и по-старому. «Благодарю тебе и благодарю вообще за то, что ты появился у нас в нашей жизни, в наших эфирах. И за то, что будораж мозги, рассказывая интересные всякие вещи с точки зрения своего подхода к жизни». Подход к тебе такой правильный, интересный. Вот. А наших радиослушателей, также и зрителей, благодарю за те вопросы, реплики, которые вы присылаетесь. Очень интересный сегодня был у нас эфир, очень интересные, на мой взгляд, реплики, поучительные и познавательные. Из них у нас, в общем-то, и получился эфир. Вторая часть полностью была построена на ваших вопросах и репликах. Добра вам, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарствую всех. Всем-всем благодарю. Народная Славянская Радио Все нужно. Все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова